Всех приветствую. Меня зовут Пославский Александр Владимирович. Звать меня так, конечно же, не надо. Меня можно звать просто Александр. Уже больше четырех лет я работаю в компьютерном зрении в основном. Ну и в других областях периодически. Сегодня я вам расскажу вводную лекцию. Просто, чтобы вы понимали примерно, какие классы задач мы сможем решать после этого курса. Первое, что стоит понимать, здесь можно в некоторых местах уходить в глубокую математику, но на самом деле сама по себе область, она более такая инженерная на данном этапе развития. И некоторые термины, они определены немного расплывчато. Например, если мы начнем с самого базового, самого начального термина искусственный интеллект, в принципе, точного математического определения вы нигде не найдете, потому что довольно-таки популяристский термин, искусственным интеллектом называют те алгоритмы, которые способны решать интеллектуальные задачи. Но при этом калькулятор искусственным интеллектом не является. Википедия искусственным интеллектом не является. Под областью искусственного интеллекта, несмотря на то, что в искусственном интеллекте Есть много разных алгоритмов, которые появились или были популярны до машинного обучения, до глубокого обучения. Например, логическое программирование в виде пролога, который использовали и в Японии хотели делать на этом искусственный интеллект. Или многоагентные системы. Помимо этого есть то, чем мы будем заниматься, это машинное обучение. Один из терминов, тоже не до конца формальный, о том, что алгоритм называется алгоритмом машинного обучения. Если на заранее определенные функции потерь, то есть функция, которая определяет, насколько плохой наш алгоритм, насколько он плохо справляется. Имея некоторый набор объектов, проходя по объектам, наш алгоритм может уменьшать значение функции потерь. То есть он может становиться лучше. Это близко к нашему обыденному пониманию того, что значит обучение. Есть набор объектов, на них смотришь, становишься лучше, лучше решаешь какую-то задачу. Еще более распущество становится, когда мы смотрим на один уровень глубже. Есть подобласть, которая называется глубокое, или некоторые люди говорят глубинное обучение, которое тяжело определить прям числом. Это о нейронных сетях и это о каких нейронных сетях? От тех, у которых глубина 2, глубина 10, глубина 16. Долгое время был стеклянный потолок, который не давал выйти за глубину нейронных сетей выше 16-18. Поэтому некоторые люди говорят, что глубинное обучение это те нейронные сети, которые глубже 18 слоев. Хотя можно встретить и профессионалов, которые говорят, что так как двуслойной нейронной сетью можно апоксимировать любую функцию, значит у нас двуслойные, это уже глубокие. Но перейдем дальше. Почему это нам вообще интересно? Исходя из того, какие есть классы задач, какие есть области, то есть есть области компьютерного зрения, обработки естественного языка, распознание звуков, то есть голоса или другого типа звуков. Ну и в принципе в каждой модальности есть свои задачи. Можно работать с таблицами, с биологическими данными. И в этой каждой области очень долго развивались свои методы. Они частично построены на экспертных знаниях, частично построены на каких-то алгоритмах. Но каждый из этих областей сильно сейчас начало заходить, на эти области начали заходить машинное обучение и глубокое обучение. То есть если раньше большинство задач компьютерного зрения решалось тем, что люди придумывали разного рода припроцессинге, которые нам давали хорошие признаки на картинках, допустим, матрицы направленных градиентов или сифт-дескрипторы. То есть такие алгоритмы, которые позволяли нам из картинки добыть что-то значимое об этой картинке, а не просто значение пикселей. После этого на этом испробовать уже алгоритм машинного обучения, когда мы получили эти высокоуровневые признаки. То есть сейчас это все больше и больше переходит в область глубокого обучения, где не надо придумывать какие-то высокоуровневые признаки, не обязательно иметь экспертное знание, при этом имея просто большой набор данных, можно наш алгоритм улучшать, улучшать, улучшать на нем, обучать и он сможет решать задачу. Также сейчас в эту область чуть-чуть более позже стала приходить обработка естественного языка, в особенности с появлением трансформеров, которые мы с вами рассмотрим в курсе, ну и распознание звуков, сигналов другой модальности тоже. Понятное дело, что несмотря на то, что это спонсируется большей частью и разрабатывается сейчас обильно в индустрии, но это также используется и в науке. То есть в науке у вас также есть задачи, связанные с изображениями, на которых нужно что-то распознать, детектировать, сегментировать, о том, что это я вам расскажу сегодня и на следующих лекциях. Также возникают задачи у лингвистов с языками, как их парсить и так далее, с распознанием звуков и так далее. То есть эти области широко представлены в науке и надеемся, что вы за наш курс решите свою научную задачу именно методами машинного или глубокого обучения. Стоит понимать, что несмотря на то, что весь хайп, он такой свежий, то есть сейчас на слуху почти у каждого слова нейронные сети и в том, что они там как-то круто решают задачу, вроде как-то похоже на наш мозг, но тем не менее стоит понимать, что это вообще не какой-то новый вид алгоритмов. То есть почти полвека назад Франк Розенблат предложил свое первое понимание о том, как алгоритмически могут выглядеть нейронные сети. То есть он предложил нейрон. Это очень-очень упрощенная модель нейрона живого существа. Здесь есть на входе, можно сказать, дендриты. Это просто наши признаки. То есть признаком может быть ваш вес, ваш рост. Если вы считаетесь объектом и мы хотим вас классифицировать или получить какое-то другое значение о вас, то признаками является ваш вес, рост, возраст и так далее. Эти признаки умножаются на некие коэффициенты. И вот эта взвешенная сумма, дальше некоторые функции активации, в данном случае у Розенблата это была пороговая функция активации, выдается ответ через нее. То есть, опять, у нас есть некоторая линейная комбинация входов, которая, проходя через функцию активации, дает нам ответ. В данном случае ответ бинарный, да или нет. На этом этапе Розенблата хорошо смог продвинуть идею о том, что это крутой алгоритм, который позволит нам решать многое, ведь это же так похоже на мозг и, в принципе, можно решать определенные задачи. Но еще и в своей работе, как и в работах, которые были после него, например, в работе Мински, было указано на некоторые недостатки такого понимания, такого алгоритма. Это не значит, что когда пришел Марвин Мински и выпустил свою статью, он сказал, что ужасные нейроны, никогда их не используйте. Он просто описал некоторые характеристики, которые не позволяют вот такой конструкции решать все задачи. Он определил четко круг задач, которые решать не получится. Там есть некоторые задачи о связанности, но самая простая задача, которую можно вам понять, это задача XORO. Дело в том, что линейная комбинация с такой функцией активации, это, по сути, линейный классификатор. Линейный он называется, для вас будет еще и потому, что решает он разбиение на два класса просто проведением какой-то гиперплоскости. То, что находится с одной стороны, принадлежит к одному классу, то, что находится с другой стороны, принадлежит к другому классу. И вот если мы поставим задачу логических операндов, которые являются I или XOR, как исключающее I, то ее можно поставить следующим образом. Единичка, единичка, минус единичка, минус единичка. Допустим, у вас есть точки вашей выборки какие-то. Четыре точки. Функция I означает, что объект принадлежит к определенному классу, ну, к классу единица, только если и по одной оси, и по другой оси он единица. То есть, AND выдает TRUE только вот в этой точке. В этих точках он выдает нам FALSE. А OR работает противоположным образом. То есть, если хоть по одной из осей единичка, он нам выдает единичку. В другом случае он нам выдает нолик. Но вот беда с исключающим I. Исключающее I выдает нам единичку только в том случае, если по одной оси единица, а по другой оси минус единица. То есть, исключающее I должно выдать единицу здесь, единицу здесь и нули здесь. Скажите мне, пожалуйста, как к прямой линии разделить их? Два класса. Вот эти от этих. Правда, никак. Это ситуация линейно неразделимой задачи. И перцепрон разумплата не может решать такие задачи. В принципе, сегодня по ходу лекции не стесняйтесь задавать вопросы, даже если они абсолютно глупые. У нас разный уровень в группе людей. И лучше будут задавать супертривиальные вопросы, если что-то хотя бы чуть-чуть непонятно. В принципе, в любой момент можете перебивать. Я могу отвечать на эти вопросы. И вот этот взрыв интереса к нейронным сетям, по крайней мере, к нейрону единственному, он был погашен. То есть, когда Минский показал, что есть класс задач, которые мы уже не можем решать. То есть, вы предлагаете универсальный решатель, но он уже какой-то класс простых, вроде логических задач не может решать. А при этом еще многих других. Эта критика была выпущена, математически обоснована. И может быть, все сложилось бы иначе, но дело в том, что Розенблатов умер в то время. Может быть, он смог бы хорошо ответить и уже в то время развить аппарат нейронных сетей. Но я вам сегодня расскажу, почему вряд ли. Но интерес угас. Хюбель и Везел в то же время показали, что наш мозг, судя по всему, имеет некую иерархию признаков, иерархию нейронов, которые отвечают за какие-то сущности у нас в голове. То есть, если представить, что ваша сетчатка – это матрица, на которую приходят сигналы, то есть у вас, грубо говоря, на сетчатке фотография, которая передается дальше в ваш мозг, то есть уровень нейронов, который отличает просто за то, что несколько пикселей подряд, может быть, под каким-то углом, получили сигнал. Также можно сгруппировать так нейроны, что есть, значит, на вашей матрице, вот в этом участке есть прямая линия. Следующий слой нейронов может получать сигналы от предыдущего, которые приходят только в том случае, если здесь где-то есть прямая линия. То есть они могут сгруппировать эти прямые линии в какую-то более сложную комбинацию и реагировать только если на картинке, если вы видите более сложную комбинацию. И так вы, в принципе, можете усложнять, то есть вы это можете довести до того, что вы видите где-то кружочки, до того, что вы видите комбинации кружочков, до того, что вы видите из комбинации кружочков то, что это глаза, мордочка и, судя по всему, это кошка. В принципе, вы можете доводить эту высокоуровневость вплоть до того, что у вас есть нейрон, который… В одной статье показывали, что это нейрон Дженнифер Энистон, некоторые называют его нейроном бабушки. То есть это тот нейрон, который настолько высокоуровневый, что он выстреливает только в тот момент, он передает сигнал дальше только в тот момент, когда вы видите четко конкретный объект, вашу бабушку, например. Вот эта иерархическая структура, появилась идея эту иерархическую структуру перенести на нейронные сети. То есть давайте мы возьмем не просто один слой, а сделаем много слоев, может быть как-то они будут чуть похитрее устроены, и оно по идее должно научиться решать более сложные задачи, по крайней мере хотя бы справиться с ссором. Ну вот проблема. Если я сделаю вот такие линейные, вот такого рода нейроны без функции активации, то есть представьте, что у вас есть просто некоторое количество признаков, они домножаются на что-то и суммируются. Такой линейный сумматор. И передается дальше. То есть у вас есть один нейрон, у него есть н входов, вот вам второй нейрон, у него есть н входов, вот другой нейрон, он получает то, что присылают нейроны с предыдущего слоя, то есть эти слои ближе всего, грубо говоря, к признакам, эти слои ближе к выходу. И он выдает какой-то ответ. Скажите мне, пожалуйста, вот такая картинка и вот такая картинка, где есть один нейрон, у него очень-очень много входов. Она чем-то концептуально различается? Нет, почему? Правда, линейная комбинация линейных комбинаций, это тоже линейная комбинация. Мы все еще в классе линейных решателей, то есть мы не научились решать какую-то нелинейную задачу. Позже мы это научимся с помощью функции активации, я буду вам об этом показывать и рассказывать. Но помимо этого, есть вопрос, как это обучать. Розенблат, когда предложил свою идею с линейным решателем, предложил суперпростой алгоритм обучения. На самом деле он в малюсенькую формулу помещается, о том, что если у вас сеть ошибается на каком-то примере, то есть проверяйте на примерах, где есть признаки, ответ, признаки, ответ. Вот она видит признаки и видит ответ. Если у нее ответ не совпадает с реальным ответом на этом объекте, значит можно скорректировать эти веса, которые на входах, пропорционально значениям признаков. То есть если признак положительный, а вам нужно было бы давать ответ отрицательный, то можно сдвинуться на какую-то пропорцию от этого признака в обратную сторону. То есть вы можете этот решатель двигать по пространству вашему, если вы ошибаетесь. Сразу показано, что если у вас линейно неразделимы ваши объекты, то вы не сойдетесь. То есть такой алгоритм еще и сойтись не может, если объекты неразделимы. Чуть позже появился алгоритм Adeline с линейной активацией, который в принципе сойдется. Не значит, что он идеально разделит точки, но по крайней мере он сойдется и с какой-то точностью ваши точки разделит. Но вопрос в том, что если такое понятно, как обучать, хоть и плохо, можно усложнить, чуть-чуть лучше решать задачи, но понятно, как обучать. То, как обучать много-много слоев последовательных друг за другом, сходу понять сложно. И здесь есть две основные идеи, которые применяются для того, чтобы это делать. Первое это то, чем можно обучать и линейный классификатор. Это градиентный спуск. А градиентный спуск это алгоритм, который позволяет нам... Я же вам сказал, что есть какая-то функция потерь, которая нам говорит о том, насколько наш алгоритм плохой. Вот представьте, что ваша функция потерь это какой-то ландшафт. То есть это какая-то, допустим, если мы решаем задачу с двумя весами. То есть вот здесь у вас на этих ребрах находятся веса. Представим, что вы находитесь вот в этом пространстве функции потерь. Вы немного можете изменить веса, и у вас будет меньше ошибок. То есть ваша нейронная сеть, ваш классификатор линейный станет немного лучше. Вот из математического анализа мы знаем, что здесь есть в этой точке производная, если это многомерное пространство, здесь есть в этой точке градиент. Куда указывает градиент? Кто помнит немножко этот анализ? Да, в направлении максимального роста функции. То есть если мы пойдем по градиенту, изменим веса наши по градиенту, то мы станем хуже. То есть мы будем учиться, как хуже предсказывать с нашими весами на нашей задаче. Но если пойти в сторону антиградиента, то есть поэтому и называется градиентный спуск, если мы из этой точки, узнав градиент, пойдем в противоположную сторону, то мы узнаем, как изменить веса, как изменить наш линейный классификатор, чтобы сделать меньше ошибку. Таким образом можно итеративно уменьшать ошибку, пока мы не сойдемся в какой-то, возможно, локальный минимум и не получим какой-то субоптимальный, возможно, решатель нашей задачи. Это вопрос о том, как вообще оптимизировать веса у таких моделей. Но как оптимизировать много слоев придумали заметно позже. Оказывается, понятное дело, что нам нужно посчитать производные для всех весов. Считать производные для всех весов по одному, допустим, можно было посчитать чисто численными методами эти производные, увеличив, уменьшив вес, устремив это к нулю, эту разницу между весом предыдущим и новым, и посчитав производную чисто численным методом. Но если у вас будет очень много входов, допустим, картинка у вас может быть миллион пикселей, 1080 на 1080 такая у вас квадратная картинка, миллион пикселей, каждый пиксель по три значения, вот представьте, у вас три миллиона признаков, каждый из признаков нужно чуть-чуть, прошу прощения, три миллиона признаков у вас очень высокой размерности пространства, у вас также может быть много весов, потому что с этой высокой размерностью нужно взаимодействовать, добыть какие-то признаки более высокоуровневые. У вас может быть миллионы весов, нынешние сети представлены там 30 миллионов, миллиарды весов. Вам нужно каждый из этих весов чуть-чуть поменять и увидеть, как меняется ответ, чтобы посчитать производную. Это невероятно неэффективно, даже с линейными моделями. Поэтому можно считать производную методом backpropagation. Или как считают, в русском языке говорят о том, что как мы можем считать сложную производную через правило цепи, или цепное правило, как кого учат. То есть, если мы имеем несколько слоев нашей нейронной сети, в каждом из слоев есть веса, на самом деле их можно по очереди посчитать для них forward pass, то есть прямое прохождение сигнала, потом backward pass и посчитать производную для каждого веса. Не меняя каждый вес численный, изменяя ответ нейронной сети, а просто, грубо говоря, зная математический анализ, посчитать для них по сути для всех сразу. Просто два раза пройтись по нейронной сети. Об этом мы с вами научимся их даже считать на следующих лекциях. То есть появился эффективный алгоритм решения данных задач, но все еще нет ресурсов. То есть, если говорить о том, что это там 80-е, 90-е годы, все еще нет крутых библиотек, все еще нет крутых видеокарт, чтобы это все обучать, потому что нам все-таки нужно математически дифференцировать. Для того, чтобы математически дифференцировать любой библиотеки, будь то PyTorch, TensorFlow, JAX, новый и так далее. А там внутри на самом деле умножение матриц нужно. Для этого нужны видеокарты. Окей. Мы поняли, что алгоритм есть, чего-то еще не хватает. Но в 89-м году Ликун и фамилию Ликун, в принципе, если вы занимаетесь машинным обучением, будете слышать довольно-таки часто, предложил первую вот такую иерархическую нейронную сеть, которая, сверточная, которая берет нашу картинку, берет какой-то ее участок, делает линейную комбинацию, следующий слой делает еще линейные комбинации, еще линейные комбинации. В конечном итоге мы дойдем до того, что наш выход говорит о том, принадлежит ли данная картинка, ну, в его случае это было конкретной цифре. То есть у нас на входе картиночки вот такого рода, надеюсь, вам видно, с цифрами, здесь много-много-много картиночек, 28 на 28 пикселей, а на выходе у вас должен получиться ответ, что это за цифра. То есть из картинки, из тройки наклоненной вправо, тройки наклоненной влево, тройки жирно написанной и так далее, вы должны получить ответ 3. Прикольно. Все еще нет ресурсов для этого обучения. Очень маленькая нейронная сеть по нынешним меркам, 5 слоев, и, ну, хорошо решает задачу, но обучать ее очень сложно. А самый большой, самый большой взрыв известности и самый большой взрыв по возможностям нейронных сетей был, можно сказать, зафиксирован в 2012 году, хотя были некоторые нейронные сети и до продемонстрированы. Когда сеть AlexNet продемонстрировала просто невероятно намного более лучший результат, чем классические методы машинного обучения и классические методы компьютерного зрения. То есть мы видим, что в 2011 году у нас метод классического машинного обучения и классического машинного зрения выдал ошибку 25%, 26% почти, а уже нейронная сеть выдала почти на 10% меньше. На самом деле там, работая с датасетом, даже более чем на 10%. Сначала я вам расскажу о том, что это вообще за соревнование. В ImageNet тысяча классов, несколько миллионов фотографий, тысяча этих классов заранее предопределены. То есть есть список этих классов и каждая фотография имеет четкий ответ, что на этой фотографии находится определенный объект. А наша нейронная сеть должна по фотографии научиться выдавать ответ, что на фотографии находится такой объект. Есть некоторая специфика в ImageNet о том, что там есть два варианта оценки ваших моделей. Первый вариант. Модель четко говорит, что точно ответ такой-то объект и вы считаете, что если она угадала, значит вы считаете, что правильно, если не угадала, значит неправильно. Альтернатива этому есть так называемый топ-5. Это значит, ваша нейронная сеть или ваш алгоритм машинного обучения выдает вам 5 вариантов ответа. Если она хоть в одном из них угадала, значит ответ для нее засчитывается. А здесь указана точность топ-5. То есть о том, что если нейронная сеть хоть в одном варианте своем из пяти угадала, значит ей засчитывается этот ответ. В этом есть некоторая специфика, потому что посмотрите на данную картинку. Если говорим про топ-1. Что на этой картинке? Один объект, назовите мне. Проблема нашего восприятия, особенно если в аудитории довольно-таки много девушек. Для нас, как для человека вообще, ребенок это очень важный объект. То есть, если мы смотрим на картинку, мы попытаемся вычленить на нем что-то важное или опасность. Но для нейронной сети почему? Почему мы должны вычленять там важный объект или опасность, если у нас есть просто очень большой объект. Вот этот объект, серебрист, это барабан. И в принципе, если классифицировать о том, что находится на изображении, там барабан, а не ребенок. И это тоже довольно-таки правильный ответ с определенной точки зрения. Есть такие же картинки, где находится лошадь, на лошади девушка и сзади все покрыто сеном. Человек может отвечать, что это девушка, может отвечать, что это лошадь, но на самом деле на изображении сена, потому что почти все изображение в сене. Здесь можно увидеть, что с 2015 года с предложением резнеты, резнеты это те сети, которые уж точно можно назвать глубокими, точность, или вернее ошибка стала меньше, чем ошибка человека. Но опять же, здесь вопрос в том, что здесь есть ошибки, это все размечали тоже люди, есть ошибки разметки и так далее. Пока мы считаем, что ошибка человека на многих миллионах изображениях при тысяче классов, где-то 5%, а нейронные сети уже имеют ошибку меньше. Здесь есть некоторая специфика, я об этом вам буду говорить весь курс, что модель это не самое главное, то есть можно получить гораздо больше, разбираясь с данными и разбираясь с функцией потери, то, как вы оцениваете вашу модель. Честным участием в этом конкурсе было взять их данные, обучить на них и на тестовых данных сказать ответ. но авторы еще сделали дополнительно, они взяли много других данных с прошлых соревнований, обучили еще и на них и потом на тестовых проверили и получили точность 15,3. То есть у них точность была еще на процент меньше, что вообще дикий разрыв относительно предыдущих методов. Вообще стоит понимать, немного укажу, что можно сделать некий критерий важности для этой статьи. То есть когда вышел AlexNet, вышла статья, естественно, об этом, и у этой статьи уже невероятное количество цитирований. Она, грубо говоря, на данный момент возможно уже обгоняет происхождение видов и другие такие классические научные труды. для кого-то, возможно, это не особо мерило. Крутости, но в любом случае. Почему я вам здесь сказал про то, что датасет, наши данные, на которых модель обучается, тестируется, он все-таки состоит из нескольких поддатасетов. То есть есть датасет, на котором есть наш набор данных, на котором модель обучается, то есть я вам подаю признаки, ответ, признаки, ответ, признаки, ответ, модель чему-то научилась. А есть набор данных, на которых модель тестируется. В идеальном варианте в вашем pipeline это будет выглядеть как набор данных, на которых вы обучаетесь, набор данных, на которых вы тестируетесь, называемый валидационным, но на котором вы просто подбираете другие параметры. Дело в том, что у нейросетей есть много других параметров, которые не оптимизируются градиентным впуском. Например, сама архитектура, сколько слоев вы добавите. И есть тестовый набор, на который вы смотрите один раз, вы подобрали параметры, много чего придумывали, все это тестировали на валидационном, после чего вы хотите знать, насколько ваша модель действительно хороша. То есть вы не подгоняете ее под какие-то данные, а просто хотите узнать, вот вашему заказчику можно сказать, или в вашей статье можно указать, что ваша статья на 90% там точность выдает. Вот это тестируется на третьем наборе данных. То есть всегда учитывайте, что ваш набор данных еще придется разбивать. Особенно, что учитывая, что в науке данных не так уж и много. Зачастую происходит это, ну, необходимость, серьезная необходимость в этом есть, потому что, допустим, если я вам напишу такую закономерность, какая закономерность? Из двойки мы получаем пятерку, из тройки мы получаем семерку. Да, ну, число, можно сказать, на два плюс один. Вы эту закономерность усвоили, если я вам приведу какое-то, не знаю, следующее число, то вы, в принципе, сразу скажете, что это 9. Но на самом деле, это, возможно, были вообще не связанные два признака, и здесь 12, просто потому что. То есть вы пытались выяснить закономерность, которой там не было, вы ее нашли как человек. Вы дальше будете выдавать какие-то ответы. Но эта закономерность может быть другой, может быть более сложной или более простой, чем вы придумали. Мало того, можно на самом деле просто запомнить ответ. То есть алгоритмы, если мы говорим об антологиях или базах данных, которые не относятся к машинному учению, они учатся запомнить, ну, они имеют возможность запомнить данные и на ваши признаки выдать ответ. То есть постоянно можно на эти же признаки выдать ответ, на новых признаках что выдавать непонятно. Поэтому, исходя из того, что мы можем себя так немного самообманывать, четко подстроившись под два примера, а я вам привожу третий, который совершенно другой, нам нужно иметь тестовую выборку, на которой вы проверитесь, не обманули ли вы себя, найдя эту закономерность. Может быть, она совершенно другая, может быть, точность гораздо меньше. Перейдем немного к областям, где это применяется. Сами нейронные сети. Если посмотреть на, сейчас можно, в принципе, уже у нас на улицах часто увидеть яндексовские автопилотируемые машины возле МГУ часто катаются целыми стаями и возле Скалтеха. Здесь возникает огромное количество задач только лишь в этой машине. То есть много чего можно решить вообще классической математикой. То есть уравнением математической физики, теорией управления и так далее. Но многие вещи нельзя. Например, ваша машина должна понимать, какие объекты вокруг нее находятся. То есть ей должна прийти картинка и она должна, в зависимости от того, это человек внезапно выбежал на дорогу или это просто такое пятно на дороге, на картинке для нее, она должна принимать какие-то решения. Классическими алгоритмами решить это очень сложно. Также для рук манипуляторов и так далее много чего можно решать хорошей математикой, много чего и нельзя. И, в принципе, примеры машинного обучения вы можете встретить даже у себя дома, несмотря на то, что, в принципе, вы можете запрограммировать робот-пылесос так, что он будет перемещаться по вашей квартире и пылесосить. Ну, это там лидар, он просканировал вашу квартиру. Ничего сложного, это простой алгоритм, где вы запрограммировали обойти всю квартиру везде про пылесос. Ну, вот, допустим, в Samsung в лаборатории, которая у нас на ВМК находится, возникают реальные задачи из реальной жизни. Допустим, у вас есть код. Код все еще не знает, где лоток. Возможно, он предположил, что он где-то в центре квартиры у вас. Вот желательно, чтобы ваш пылесос не начал размазывать это все по квартире. То есть, когда вы сделаете простой алгоритм, который просто обучил ваш пылесос передвигаться по квартире, вы не учли о том, что есть множество случаев, когда нельзя, и он должен это не просто по лидару, а еще по камере распознать этот объект и объехать как-то, поступить более сложным образом. Вот эти задачи часто решаются именно машинным обучением, когда вы выходите как бы за грань алгоритмов, которые вы можете придумать. Я вам говорил по ходу лекции много про классификацию. То есть, у вас есть объекты, они, допустим, это цифры, и вы относитесь к одному из 10 классов от 0 до 9. Но также есть задачи детектирования. В данном случае они на примере изображения. То есть, когда у вас есть какое-то изображение, на котором вы должны первое, найти прямоугольник вокруг какого-то объекта. Допустим, вы детектируете людей, другие объекты машин, там, собак. Вы должны найти прямоугольничек вокруг объекта. Это задача регрессии, на самом деле. Можно найти координаты левой верхней точки, координаты правой нижней точки. О том, что такое регрессия, я вам расскажу чуть-чуть позже. И вторая задача, это задача классификации. То есть, вам нужно сказать, что это человек, человек с такой-то вероятностью. То есть, на вашей картинке, в этом прямоугольничке заключен такой-то объект с такой-то вероятностью. Эти же задачи как раз-таки применяются в пылесосе. То есть, найти что-то неожиданное, поместить его в прямоугольничек, построить его координаты и объехать, грубо говоря, когда вы поняли, к какому классу это относится. Исходя из научных задач, или там, полу научных, это применяется в поиске китов. Дело в том, что фотографии со спутника океана, они невероятно огромные. и на глаз заставлять вашего аспиранта, чтобы он сидел и искал китов, довольно-таки проблематично. Да? Странный вопрос. А почему именно прямоугольник? Почему не квадрат? Почему не... Смотрите, почему не квадрат? Потому что прямоугольники получать будет более точнее. То есть у вас объект может быть вытянутый по вертикали, вытянутый по горизонтали, но при этом гораздо сплющенный. Грубо говоря, у вас там фотография змеи, у вас должен быть какой-то прямоугольник совершенно, а не квадрат. Понятно. То есть объект более точно можно так классифицировать. Можно было бы пойти еще дальше. Я расскажу, как в том пойти дальше. Вообще давайте просто делаем точный-точный контур вокруг объекта. Это значит, что мы каждый пиксель отнесем к тому, он относится к объекту но это вычислительно гораздо более сложная задача и решается. То есть вам нужно на каждый пиксель сказать ответ. Пикселей может быть миллион. А здесь вам нужно просто расприскать две координаты, то есть получается прямоугольник. Ну и третье это вероятность к какому классу это относится. Поэтому здесь прямоугольнички. Очень высокого разрешения изображения. На нем нужно находить какие-то объекты. Глазами это находить тяжело и муторно, а поставить на ночь, вычислять компьютер не тяжело. Поэтому был обучен алгоритм вот такой подобной детекции китов. То есть можно просмотреть все изображение в терапикселях каких-то и на утро получить ответ о том, где они находятся. Возможно, алгоритм где-то ошибся, можно его немножко подправить, это не страшно. Также это применяется в безопасности и в принципе мы здесь отчасти из лаборатории на ВМК и отчасти некоторые люди считают это, что это очень круто, некоторые считают, что это очень плохо. Мы имеем очень хорошую систему распознания лиц. У нас в метро на данный момент вы можете там даже оплачивать, но там, конечно, с этим есть свои ошибки. Но система, которая у нас в метро находится уже давно, которая просто сканирует всех людей проходящих, она одна из самых мощных в мире на данный момент. Там происходит несколько вещей, которые относятся к классическому машинному обучению, то есть к классическому компьютерному зрению. Камера находится где-то на высоте, она фотографирует лицо, лицо нужно, так как оно под определенным ракурсом, нужно преобразовать перспективу, чтобы они были всегда как будто сфотографированы фронтально. Потом из этого нужно получить какие-то признаки и классифицировать. Ну или заметить что-то. Вот этот алгоритм, он позволяет из толпы, из огромного количества лиц не осадить какого-то человека, который будет искать по списку вам преступников, а сразу попытаться их находить. Но дело в том, что внутри это решается немного хитрее. Здесь мы потихоньку переходим к другой задаче, задача кластеризации. Внутри во многих алгоритмах по детекции определенных людей это решается следующим образом. У вас есть ваша картинка с определенной перспективой, с определенного ракурса. На этой картинке не хотелось бы смотреть вообще на все пиксели. То есть зачем вам знать о том, какой фон, зачем вам знать на самом деле или не особо важно знать даже о каких-то там оттенках или еще о чем-то. Вам нужно знать ключевые точки. Людей лучше всего различать по ключевым точкам. Насколько широкий рот, насколько посажены узкие глаза, форма носа и так далее. В этом пространстве ключевых точек можно хорошо различать людей. Но вопрос в том, что если вы попытаетесь построить классификатор, я вам сказал, там должны быть наперед заданные классы. Сколько классов людей? Вы будете строить классификатор на 7 миллиардов людей, которых вы даже еще не всех сфотографировали, хотя бы там стараниями инстаграма конечно можно пособирать огромное количество людей. В основном это делается так, что у вас есть одна-две фотографии или даже фоторобот преступника, с которым вы можете эти ключевые точки выделить, насколько посажены глаза. И вы в принципе можете найти огромное количество фотографий знаменитостей и обычных людей, которые точно не относятся к вашему преступнику. И можно посмотреть, что если ваше представление в виде ключевых точек находится где-то между Джеки Чаном и Дженнифер Энистон, судя по всему это не ваш преступник. Если оно находится очень-очень близко к признакам вашего преступника, но далеко от всех этих знаменитостей, то можно поймать этого человека и уже уточнить, действительно ли это ваш преступник, так как он сильно на него похож. А как определили места точек на лице? Это по лицевым мышцам или вот у нас есть изображение девушки, там есть изображение точек, которые мы смотрим и потом анализируем. Эти расположения точек, как это делать? Я слышу немного два вопроса. Первое, как решили какие точки искать? Или как на фото? А как решили, это надо спрашивать у людей, которые занимаются фотороботами. Это экспертное знание о том, как различаются люди. То есть люди различаются по том, как крылья носа бывают шире, уже люди различаются по посадке глаз, по высоте глаз и так далее. А на изображении это уже находится автоматическими методами в основном, если мы говорим о классическом машинном обучении. То есть можно эти признаки выделить просто в классическом компьютерном зрении. Но когда мы перейдем на, допустим, глубокое машинное обучение, оно само определяет, какие признаки выбрать. То есть в этом и преимущество. Что здесь мы привлекали эксперта, который решал о том, как люди различаются, как их хорошо различать. И это было занесено в систему, использовалось в виде какого-то алгоритма. То ныне вы можете просто загрузить невероятное количество изображений. Да, можно без учителя, просто научитесь как бы сохранять компактно и восстанавливать обратно. И вы будете смотреть, чтобы лица восстанавливались так же или с помощью ганов. Можно с учителем, когда вы хотите, чтобы это были прям разные люди. Можно даже интереснее, когда у вас есть очень маленький набор данных. Например, это люди вашей лаборатории или люди вашей конторы. Вы хотите на входе отличать, это действительно, там, Вася пришел на работу или кто-то похожий на него. Можно на очень маленьком количестве данных это научиться делать. В курсе это действительно будет. Немного переходим к вашей задаче, которую вы упомянули, к сегментации. То есть помимо того, что можно классифицировать что-то, говорить это там котик или собачка или человек и так далее. Помимо того, что можно на изображении находить прямоугольничек, в котором находится объект и какого типа этот объект. Можно еще заниматься сегментацией. То есть это та задача, в случае которой вы каждый пиксель на изображении скажете, относится ли он к собачке или относится ли он к кошке. В данном случае относится ли он к раковой опухоли архитектура часто выглядит она называлась изначально юнет потому что она имеет вот такую форму чуть похоже на ю здесь она здесь можно для большей точности надо еще такие skip connection так называемым то есть между между здесь одинаковыми с нами здесь одинаковыми с вами здесь еще проброс информации идеологически это выглядит так у вас есть картинка у вас есть какая-то нейронная сеть которая потихоньку пытается сделать какое-то высокоуровневое представление картинки то есть первый слой говорит о том просто вот здесь шершавая как бы область картинки здесь не шершавый а второй слой говорит о том что ну опять же как я вам описывал что с тем что открыл убильный видел о том что можно комбинировать это и что если здесь шершавая но в окружности то это больше нам похоже на пухоль так далее все компактнее и компактнее становятся пространство мы теряем пространную информацию с картинки потихоньку. То есть мы потихоньку начинаем забывать, где находится этот объект, но четко начинаем понимать, какого типа этот объект. На этом этапе можно уже точно понять, опухоль находится на изображении или не опухоль. Но мы хотим это обратно на картинку. Мы хотим на картинке понять, где она находится, где находится каждый ее пиксель. Поэтому это разворачивается обратно, добавляя информацию с предыдущих менее низкоуровневых слоев и наносится, грубо говоря, на картинку. Тоже эти алгоритмы мы с вами будем строить на практике и испытывать. Другая область, совершенно другая, которая появилась на самом деле в машинном обучении достаточно недавно, как такая качественная, которая действительно качественно может решать задачу, это область генерации. То есть мы можем, да, мы можем классифицировать, мы можем находить что-то, мы можем выдавать какой-то еще ответ, но вопрос, как генерировать данные. Долго, очень долго эта задача решалась довольно-таки плохо. То есть, да, здесь что-то похоже на лицо, но в принципе вы не обязательно скажете, что это прям лицо какого-то человека. Дальше это тоже решалось достаточно плохо. Но сейчас это решается невероятно хорошо. То есть здесь 2018 год и вам, наверное, просто из-за разрешения картинки будет плохо, сложно увидеть, что здесь не так с лицом. Но на изображениях 2021-2022 года вы уже вообще очень тяжело отличить, действительно ли это человек или не человек сгенерированный. То есть это может быть реальная фотография, а может быть сгенерированная, вы не отличите. Логика у этой нейронной сети или можно сказать двух подсетей в нейронной сети такова. Есть реальные фотографии, вы набрали много реальных фотографий. Есть нейронная сеть генератор, который пытается сделать что-то похожее на эти фотографии, но она о них ничего не знает. И есть нейронная сеть дискриминатор. Нейронная сеть дискриминатор имеет одну задачу – отличать реальные фотографии от поддельных. То есть это, грубо говоря, такая модель фальшивого внедчика и банкира. Потихоньку они алгоритмами backpropagation, вообще алгоритмами оптимизации нейронной сети, они улучшаются и потихоньку улучшается и генератор, который сначала генерировал просто что-то на шум похожее, его было очень легко отличить от реальных картинок, но после он начинает улучшаться и генерирует что-то все более и более похожее на картинке. И дискриминатор начинает потихоньку тоже улучшаться, он все это более похожее начинает теперь тоже отличать от реальных картинок. Потихоньку эта система, такая теоретика игровая система, она оптимизируется и в конце у нас, если нам повезло, если мы сделали все правильно, генератор начинает генерирует что-то невероятно похожее, неотличимое от реальных фотографий, но другое. То есть он не начинает генерирует просто фотографию конкретного человека, но она же реальная, попиксельная. Дискриминатор быстро вычислит, что генератор подделывает ровно одну какую-то. Есть вот эта специфика, что он подделывает одну картинку и начнет его поэтому вычислять. На этом основано множество тех фильтров и других приколюх в инстаграме, которыми сейчас люди пользовались и пользуются в других местах. О том, как сделать человека старым, как сделать человека женщиной на той же фотографии и так далее. То есть все это генеративные модели, ганы так называемые, генеративно-состязательные сети. То есть есть эти состязания между двумя агентами, генератором и дискриминатором. Также с помощью этого можно и заниматься другими задачами, то есть убирать шумы с изображения. То есть у вас есть изображение галактики какой-то или области космоса сфотографированный с телескопа. Телескопы часто имеют шумы, но какие-то фотографируют очень хорошо без шумов или почти без шумов. А какие-то фотографируют хуже. И ваша задача с помощью нейронной сети научиться убирать эти шумы. Вы делаете датасет, в котором часть изображений настоящие, то есть это прям исходное, хорошее изображение без шумов. А часть изображений это когда исходное изображение зашумили, передали нейронной сети, она попыталась с него убрать эти шумы. А дальше дискриминатор отличает, это была истинная фотография, настоящая, исходная без шумов. Или это генератор попытался с нее что-то убрать. Опять же они оптимизируются и получается хорошо убирать шумы. Но возникает вопрос, как вы думаете, получится ли таким образом обнаруживать новые объекты? То есть у нас вот мы нафотографировали космос, у нас есть там пульсары, квазары, все что угодно мы нафотографировали. Круто у нас они отображаются, мы научились убирать шумы. Теперь мы получаем какие-то шумные фотографии и хотим открыть новый объект. Возможно ли это и как хорошо это будет работать? Да, суть примерно такова. Как вообще модель убирает шумы из изображения? Она делает это следующим образом, что у нее есть знания. У нее есть некоторые знания, которые она вычислила из нашего набора данных о том, как вообще выглядит обычно галактика. И она в принципе их дорисовывать будет следующим же образом. И если я не знаю, если у вас там есть какой-нибудь клевер, и вы там пытаетесь убирать с изображения разных растений шумы, и у вас пришел такой, ну вы обучились на этих фотографиях, и у вас пришел такой шум, что вот правой части клевера не видно. Естественно, ваш алгоритм дорисует его так, как он обычно его видел в изображениях, которые вы ему давали во время обучения. Но это, возможно, какой-то мутировавший клевер, у которого здесь много листиков. Вот такой объект вы не сможете найти, потому что его не было в обучающей выборке. Как-то экстраполировать нейронная сеть может, конечно, но в основном будет выдавать то, что похоже на то, что было в обучающей выборке. Здесь можно просмотреть, как это выглядело, восстановленное изображение. Помимо этого, есть некоторая подобность, которую стоит упомянуть. Исходя из того, что вы в основном будете решать научные задачи, кажется, что в науке обычно очень мало данных. Их не так уж и просто добыть побольше, хотя, опять же, любой программист обычно скажет, да просто сделай себе еще 100 объектов. А для биолога это, возможно, месяц работы лабораторий. Но для этого есть еще разного рода one-shot learning, transfer learning и так далее. Это те области глубокого обучения, в которых можно обучить алгоритм на каком-то огромном количестве данных. Допустим, на том же имиджнете, где несколько миллионов фотографий. И эти фотографии говорят о том, как... То есть это обыденные фотографии. Это фотографии чего-то у вас дома, фотографии чего-то на улице и так далее. И можно вычислить... Ваша нейронная сеть, пообучаясь на этих фотографиях, научится, ну, в кавычках, понимать мир. То есть ее начальные слои поймут, что нужно находить граню изображений. То есть стандартно то, что раньше мы придумывали экспертными знаниями, что если изображений найти грани, то, в принципе, легко определять объект. То есть я могу вам нарисовать чисто грани котика, и вы поймете, что это котик. Вам не нужно знать там каждую шерстинку и так далее. Более высокоуровневые признаки из вашей фотографии обыденной жизни нейронной сети научится изучать. А потом вы возьмете последние слои нейронной сети, уберете, потому что эти слои отвечают конкретно за классы имиджнета. То есть они отвечают за то, чтобы на тысячу классов разбить ваши объекты. Уберете и поставите какие-то свои слои. Допустим, у вас есть фотографии клеточек. Ну, клеточек это сильно, слишком изменение домена. Но, допустим, у вас есть фотографии каких-то ваших домашних там питомцев или еще чего-то, которые вы хотите различать. Вы можете использовать те знания, которые нейронная сеть получила из имиджнета на начальных слоях, о том, как добывать информацию вообще из картины, и дообучить только последний кусочек, который будет различать вашего там собаку лично вашу от собаку соседской и так далее. То есть вы возьмете знания из одной области и научитесь с помощью них решать другую задачу немного. Но так как вы уже имеете эти знания, вашей нейронной сети, вашему алгоритму не придется их заново вычислять, и он не переобучится следующим образом, как я вам показывал, в попытке найти какую-то закономерность. То есть, если вы возьмете просто 100 фотографий вашего кота и 100 фотографий вашей собаки, алгоритм машинного обучения это объективно мало для распознавания изображений. Если же вы возьмете нейронную сеть, которая уже получила какие-то знания и обучать будете только последние слои, то в принципе можно на 200 фотографиях сделать какой-то классификатор между вашим котом и вашей собакой. И опять же, в науке это сильно применяется. То есть вы из какой-то области, ну допустим, кто-то нафотографировал много клеточек, примерно из вашего домена, научился решать на них какую-то задачу, вы можете эти знания перенести на свою задачу. То есть свои клеточки классифицировать, находить на изображении и так далее, сегментировать. Стоит понимать, что опять же, как я говорил в начале, это работает с разными модальностями. То есть вам не обязательно, много примеров у нас в курсе будет на картинках, просто потому что на них легче смотреть, но вы можете все эти же классы решателей перенести на свою задачу. То есть это можно делать и с последовательностями, и с какими-то табличными данными и так далее. Но следующая модальность, модальность данных это то, к какому типу она относится. То есть могут быть звуки, могут быть картинки, могут быть другие типы данных, типы табличных. Следующая модальность это временные ряды. То есть это может быть последовательность слов, это может быть последовательность каких-то звуков. и до недавнего времени они в основном в некоторых доменах все еще решаются рекуррентными нейронными сетями. Основная здесь проблема в том, что когда мы делаем вот такой линейный классификатор на картинку или сверточную сеть на картинку, вам нужно заранее сдать размер. То есть вы знаете, что вы будете подавать вашему алгоритму, картинки с вашего телефона, они будут определенного размера. Есть некоторые хитрости, как можно сделать алгоритм, который будет чуть меньше, чуть побольше принимать, но в любом случае вам нужно заранее знать размер. Когда мы говорим о предложениях, когда мы говорим о звуках, заранее знать размер зачастую вы не можете. Я могу сказать очень-очень длинное предложение, могу короткое. То есть вам нужно и то, и то уметь обрабатывать. Рекуррентные нейронные сети по очереди принимают в случае предложений слова и каждый раз передают, принимают следующее слово, пытаются что-то еще вычислить, принимают следующее слово. То есть они не принимают сразу все предложение, не принимают его по очереди и в конце вычисляют какой-то ответ. Могут принимать произвольную длину. Также для этого сейчас есть трансформеры. Здесь самая специфика в том, что в трансформерах мы опять вернулись к определенной длине. То есть для трансформера нужно, чтобы длина была фиксированная. Но там есть к этому определенная аргументация. Я вам ее в определенной лекции расскажу. Помимо задач, сразу помимо задач речи, звуков, можно также решать биологические задачи, допустим, фолдингом белка. Кто не биолог, в двух словах есть определенная очень важная задача о том, чтобы, зная последовательность, понять, как ваш белок из аминокислотной последовательности свернется в какую-то трехмерную структуру, у которой будет определенный функционал. И этот функционал может быть, как у вашего какого-то энзима, переваривать еду у вас в желудке, а может быть, как у вашей бактерии переваривать ваш мозг. И как бы это для вас принципиально знать, чем занимает, что может делать данный белочек, и что он будет делать в случае мутации. То есть вы измените какую-то аминокислоту, и белок может потерять свой функционал или приобрести другой функционал. Хотелось бы знать это из двумерной последовательности, не проводя физические эксперименты. Здесь, опять же, весь курс вам буду говорить. Самое важное о том, как вы вашему алгоритму представите ваши данные. Здесь на входе последовательность, а на выходе трехмерная структура. То есть можно было бы сказать координаты каждой аминокислоты в вашем белочке. Дело в том, что если представлять это как координаты каждой аминокислоты в эвклидовом пространстве, то повернув немного аминокислоты, повернув немного белочек, вы получите совершенно другие координаты. А белочек все еще тот же. Он не инвариантен относительно вращений, а вам хотелось бы, чтобы ваша нейронная сеть понимала, что повернув немного направо белочек, это все тот же белочек. Поэтому много хитрости в нейронной сети, которая здесь предлагается, альфа-фолд, сейчас альфа-фолд уже два, предлагается много хитрости о том, как представить ваши данные, как представить ваши ответы, чтобы в вашей нейронной сети было проще догадаться о закономерности между последовательностью и трехмерной структурой. Там инвариантны относительно поворотов координаты, там координаты относительно другого, каждой аминокислоты относительно другой аминокислоты. Что стоит понимать? Здесь имеется в виду традиционная классическая машина обучения. Что когда у вас мало данных, есть алгоритмы глубокого обучения, тот же transfer learning, возможности работы, которые позволят вам обучиться, но зачастую на малом количестве данных работает классическое машина обучения лучше. Мы будем с вами рассматривать бустинги, будем рассматривать просто метод опорных векторов и так далее. Они работают лучше на маленьком количестве данных, но они быстро насыщаются. Если вы сами не придумаете какие-то крутые признаки, то на определенном объеме данных классические алгоритмы перестанут сильно улучшаться. С нейронными сетями, а тем более с глубокими нейронными сетями, показано, недавно в многих статьях показано, о том, что чем больше данных, зачастую они тем лучше работают. И заметно лучше. И в этом основная причина нынешнего взрыва актуальности нейронных сетей. Данные текут в огромных количествах. То есть, если вы, может, кто-то помните, у Google, когда он появился, была идея за 300 лет скопировать весь интернет. Но, судя по всему, идея будет абсолютно невыполнима, потому что данные появляются в разы больше, чем можно одной компанией сделать хранилище для данных. Данные появляются с ваших Инстаграмов, с ваших Фейсбуков. Текстовые данные на Википедии кто-то постоянно дописывает, кто-то пишет свой блог. Вот работают секвенаторы у биологов в невероятном объеме последовательности. Даже не до конца понятно, где хранить, потому что секвенаторы развиваются быстрее, чем развиваются хранилища данных. То есть, вам в определенный момент будет негде их хранить, попросту придется удалять. Но для нейронных сетей это очень круто, потому что очень много данных. И нейронные сети смогут вычислить какую-то закономерность из этих данных и решать задачу гораздо лучше, чем алгоритм классического машинного обучения. Следующее, что очень важно, опять же, есть несколько причин, по которым произошел этот взрыв популярности. Следующее, что очень важно, это то, что появились библиотеки. То есть, сейчас, чтобы вам запустить нейронную сеть, чтобы обучать на каких-то данных, вам вообще не нужно знать, как она работает. Ну вот, просто, чтобы запустить. Да, чтобы решать какую-то экзотическую задачу, нужно знать нюансы некоторые. Но, в принципе, есть библиотеки, там, Keras, PyTorch, которые мы будем с вами рассматривать. Сейчас появляется Jaxx, набирает популярность, в которых это делается в несколько строчек. Вам не нужно знать, что там дифференцирование внутри, вам не нужно знать, что там умножение матриц внутри. И вам не нужно это оптимизировать. То есть, вам не нужно знать алгоритмы, а как же перемножить матрицы так хитро, в каком порядке. Если их перемножать в разном порядке, это имеет разную вычислительную сложность. Чтобы это отработало побыстрее. Это следующая причина. И одна из самых важных причин о том, что сейчас стараниями индустрии, то есть геймеров, майнеров, очень сильно развились технологии производства видеокарт. Видеокарты как раз-таки заточены и хорошо умеют умножать матрицы, ну и вообще производить очень-очень сильно параллельные операции. Для вычисления произведения матриц можно очень-очень сильно параллелизовать. И нынешние вычислительные ресурсы намного порядков больше, чем то, что было во времена Розенблата, который в принципе бы не смогут в то время обучить, даже если бы он построил бы сложную нейронную сеть. Поэтому он как бы и разрабатывал более простую. На данном этапе это позволяет вам решать очень крутые сложные задачи с помощью нейронных сетей. И теперь это у всех на слуху. Какой подход? В принципе основная идея машинного обучения состоит в том, что попытаться сделать так же, обучиться так же, как обучается человек. Вы смотрите на какое-то событие в окружающем мире, падает яблоко, второй раз падает яблоко, третий раз падает яблоко. Судя по всему есть какая-то закономерность. Вы видите эту причину и следствие. У вас есть много примеров. Исходя из этих примеров вы можете потихоньку начинать вычислять закономерность. Здесь есть несколько проблем. Первое. Как представлять данные? То есть да, я могу вам говорить сейчас что-то словами, а теперь как это подать к компьютеру? То есть это можно подать к компьютеру в виде текста, а как подать к компьютеру текст? Он все-таки работает, нейронные сети в основном работают с векторами, с матрицами, многомерными матрицами, которые называют тензорами. Но опять же это не математическое определение, чисто простонародное. Вам нужно уметь, первая сложность, вам нужно уметь превращать ваши данные в тот формат, который нейронная сеть или алгоритм машинного обучения может принять. А это какие-то числа, находящиеся в векторе или в матрице и так далее. Второе. Стоит понимать, что когда я вам показал закономерность, исходя из априорных знаний, когда я показал вам примеры, вы закономерность, вы выдвинули гипотезу прям точную. Сегодня сказали, что это 2 на исходное число плюс 1. А так как алгоритмы машинного обучения, они итерационные, они потихоньку подстраиваются под ваши данные, на практике вы увидите, что такого никогда не будет. То есть вы, если построите нейронную сеть, которая из левого числа должна делать правое число, она потихоньку подстраиваясь, будет подгонять на то, что нужно умножить на что-то близкое с двойкой и прибавить что-то близкое к единице. То есть там поначалу будет вообще не суразиться, потом все ближе-ближе будет к двойке приближаться, но никогда на самом деле двойкой не станет. То есть она приблизительно вычитает эти закономерности. То есть сложности есть, но есть и огромные плюсы. Плюсы в том, что задачи можно решать, не сильно в них вникая. То есть допустим у вас есть задача с акселерометра понять, что человек делает. Допустим попросту определить момент, в который он бегает. Вы зовете эксперта, который очень круто разбирается в том, как у нас работают суставы, как у нас работает физиология вообще во время бега. Он смотрит на эти датчики с акселерометра, которые показывают нам ускорение нашей руки по трем осям. И он говорит, окей, если вот есть такие пики по этой оси, то судя по всему человек бегает. Если есть пики по другой оси, то судя по всему человек ест и так далее. Он нагенерировал вам этих алгоритмов чисто как if-else. Если видите такой пик, то значит бегает. Если другой пик, значит не бегает и так далее. Но возможно, возможно этот эксперт даже вам очень хорошо придумал эти правила. Они позволяют вам очень хорошо определять, где бег, где не бег. Но возникает следующая ситуация. У вас, если вдруг вы этот эксперт был какой-нибудь европейский, и он подстраивал это вам под европейцев, у него были определенные априорные знания. Теперь вам нужно сделать это на людях чуть-чуть другой анатомии. Может быть там в основном пониже, в основном у них чуть-чуть другая специфика еды. То есть они могут держать приборы столовые по-другому и так далее. И все это начинает ломаться, причем довольно-таки быстро. То есть экспертные знания в определенной области. Мало того, что нужно его постоянно привлекать эксперта, чтобы строить новые алгоритмы. Эти алгоритмы еще очень легко сломать. То есть они покрывают только определенную область задач. Мало того, эксперт еще не может вычислить всех микро-микро закономерностей. То есть эксперт вам говорит, окей, вот этот пик обычно такой похож на то, что человек бегает. Но оказывается, что скорее всего есть пик, который выглядит почти так же. Отличается на маленький-маленький завиточек в конце. И он означает, что человек бросает мяч и так далее. То есть все эти микро-отличия эксперт уже подметить будет не способен. Он способен найти хорошие такие серьезные закономерности. Но маленькие закономерности способны вычислить только вот сейчас нейронная сеть на большом объеме данных. Так, немного покрою пробел, который был в начале. О том, какие есть базовые задачи, самые-самые базовые задачи в машинном обучении. Это классификация, когда вы говорите, к какому наперед заданному классу относится ваш объект. Это регрессия, когда вы выдаёте какое-то число. То есть у вас есть ваш объект. Я говорю, что вам там 5 лет, у вас вес такой-то и имя такое-то, но это может быть неважный признак. А ваш алгоритм должен ответить, какой у вас рост. То есть из ваших признаков он генерирует числовой другой признак. Есть кластеризация. В кластеризации классы могут быть заранее неопределены. То есть кластеризация – это попытка разбить ваши объекты на какие-то группки, где в группке объекты ближе друг к другу, чем между разными группками. То есть это основная оптимизационная задача в кластеризации, чтобы в одной группе объекты были близко друг к другу, но далеко в разных группах друг от друга. При этом вы можете назвать вот эти группки в кавычках классами, но только, опять же, здесь вы можете заранее не знать, а что за классы там будут. Вы можете заранее даже не знать, а сколько этих классов там будет, но при этом можете разбивать на эти группки. Ну, то, что я вам сейчас в принципе рассказал, что у нас есть задача классификации. Но вот допустим, если у вас двумерные признаки, вот там рост, вес, я вам сказал отличайте пол, и вот как-то они так распределены, вы видите, что здесь линейным классификатором уже ничего не разделить, или разделить очень плохо. И вам нужно выходить в какое-то пространство более высокой размерности, где эти точки будет легко разделить. Регрессия, где по одному числовому значению, или по многим числовым значениям вы получаете другое числовое значение. И кластеризация, где вы разбиваете на несколько кластеров. Весь курс, ваш мозг будет болеть о том, как вам обработать ваши данные, и как вам работать с вашими данными в принципе. Для этого нужно понимать, какие есть модальности данных. Часть из них мы сейчас немножко обсудили о том, что есть временные ряды. То есть это может быть речь, мозговая активность, котировки акций и так далее. Что-то, у чего есть временная структура и точки зависимы друг от друга. То есть если вы посмотрите на какой-нибудь звуковой ряд или на котировки акций, в основном, допустим, на котировки акций, вам видно, что, ну, крайне редко такая ситуация, что вот была точка и следующая точка абсолютно не связана как бы ни с ней, она где-то находится очень-очень далеко. То есть есть некоторая, математически говоря, непрерывность, но некоторая связь между по времени точками. При этом как вот вам построить… Допустим, вы хотите предсказывать погоду. Скажите мне алгоритм предсказания погоды. Невероятно простой. Вот самый простой, который можете придумать. Вы знаете погоду вчера, позавчера, сегодня. Я вам говорю, предскажите погоду завтра. Самый простой алгоритм, который будет показывать на самом деле достойную точность и сильно превзойти ее на самом деле не до конца получается. Правда. Погода будет завтра такая же, как сегодня. Это в принципе довольно-таки хороший предсказатель у вас получится, хотя никаких закономерностей из прошлого вы не учли. Как раз-таки из-за того, что это временной ряд, есть некоторая корреляция между соседями точками. Также в тексте, конечно, немножко по-другому, но в любом случае есть последовательность. Есть изображение. Это двух-трехмерные объекты изображения. На самом деле матрица. То есть у вас есть высота, ширина. И на самом деле пиксели имеют… Если это черно-белое изображение, это может быть один пиксель означает одно число. Но если это цветное изображение, это может быть red, green, blue, то есть RGB пространство, где каждый пиксель – это три числа и так далее. То есть это такая матрица. Но если вы можете добавить еще измерения, это может быть много матриц. То есть получится видео, они еще во времени как бы движутся. И может быть 3D изображение, допустим, вы сделали какую-то реконструкцию мозга и так далее. То есть у вас может быть 3D матрица именно по координатам. Но опять же есть локальность. То есть вы не можете взять признаки на изображение, признаки – это каждый пиксель, допустим, и менять местами. У вас меняется изображение, потому что есть логика того, где находятся эти пиксели. Есть модальность данных, которая устойчива к изменению порядка признаков. Это табличные данные. В табличных данных вам в принципе не важно. Первый признак в табличных данных – первый рост, второй вес, третий возраст и так далее. Вот в таблице поменяли их местами. Теперь первый вес, дальше рост и возраст и так далее. Ничего не поменялось. Вы не испортили ваши данные никак, просто поменяв их местами. Потому что нет никакой логики между соседними столбцами и в каком порядке они расположены. На данный момент, это одна из причин, почему мы с вами рассмотрим классическое машинное обучение. На данный момент табличные данные, как ни удивительно, лучше всего обрабатываются и лучше всего алгоритмы работают на них классического машинного обучения. То есть бустинги, случайный лес, логарифмическая регрессия, логрегрессия, логистическая регрессия и так далее. А вот на других модальностях, то есть наша речь, по последовательности звуков, слов, изображения, на них в основном работают глубокие нейронные сети лучше. Здесь представлены в основном, конечно, игрушечные датасеты. Ну в смысле, игрушечные должны быть здесь. В плане того, что на них легко проверять ваш алгоритм. Здесь, допустим, есть ImageNet. Опять же, много фотографий и задачек классификации. Есть Common Objects и InContext. Это Microsoft-овский датасет, где есть и классы, есть и для детекса и bounding box, то есть прямоугольнички вокруг объектов. Есть и сегментация. То есть это набор каких-то обыденных объектов, которые вы видите в обычной жизни. Самолет, кресло, велосипед и так далее, на которых размечено о том, на некоторых объектах даже попиксельно, где находится этот объект. На этом можно ваш алгоритм обучить, протестировать, смотреть, насколько он хорошо вообще работает. А можно предобучить и потом, то есть вычислив некоторые знания о мире, нейронную сеть, дообучить на ваших данных, и она будет лучше решать вашу задачу. Есть, конечно, более специфические наборы данных, допустим, медицинские. И сейчас у нас уже более двух лет активно-активно собираются многие данные о ковиде, допустим, рентген или КТ легких. Есть большие, даже московские датасеты КТ легких, которые, допустим, в Скалтехе обучались определять объем поражения и так далее, чтобы не медик это каждый раз вычислял. В принципе, можно было автоматически. Или попытаться предсказать, насколько человек, насколько будет прогрессировать его болезнь, плохо или хорошо. Вот. В принципе, такие наборы данных есть. Но первое, что вам нужно, первое, о чем вам нужно подумать, когда вы собираетесь решать какую-то задачу, это то, как вы будете оценивать вашу модель. То есть, опять же, в попытке решить задачу до модели вы дойдете чуть ли не в последнюю очередь. Нужно, самое первое, это подумать, как ее оценивать. И, ну, здесь стандартный пример о том, что можно сказать, что вы говорите, ваша машина едет со скоростью 200 км в час. Имея эту информацию, вы все еще не можете отвечать на вопрос о том, как быстро вы доедете до, от Москвы до Ялты по Крыму. Потому что, даже если у вас водитель неутомимый, и он едет постоянно, есть много других аспектов, которые надо будет учесть, когда вы выдаете о том, что с какой скоростью ваша машина будет способна ехать в течение, там, нужно выдать, по какой дороге, в какое время, в течение какого времени подряд и так далее. То есть, все эти аспекты нужно учитывать. И самый стандартный пример, почему это нужно учитывать, ну, в основном, потому что вы будете ошибаться очень сильно, если вы берете неправильную, неправильную оценку вашей модели. Одна из видов ошибок, это давайте возьмем самую-самую популярную метрику качества. В английском это accuracy, а на русском можете называть это точность, но дело в том, что есть еще термины precision recall, и precision это тоже точность, поэтому некоторые люди на русском говорят аккуратность вместо точности, на accuracy. Можно просто посчитать количество, если вы занимаетесь задачей классификации, количество верно классифицированных объектов, поделить на количество всего объекта. Вроде как, в принципе, логично. Вы понимаете, что 90% объектов вы классифицировали правильно. Возникает несколько вопросов. Во-первых, 90% это хорошо или плохо? То есть, заказчику можно сказать, смотрите, у нас модель, она супер крутая, 90% с точностью там классифицирует что-то. А если это действия на атомном реакторе, то желательно выполнять их гораздо точнее, чем с 90% точностью. Если вы будете на каждое десятое действие ошибаться, будет очень плохо. Но помимо этого, есть еще большая ошибка. Если у вас набор данных, я говорю сейчас про тестовые данные, на которых вы протестируетесь, сбалансированы, и вы ошиблись в 20 случаях, ну, в принципе, получите там 0,96, 96% accuracy, и модель вроде хорошая. Теперь представим, что ваш набор данных не сбалансированный. Вы совершили те же, ну, не те же, а то же количество ошибок. 20 ошибок. Теперь, если здесь вы 20 ошибок совершили, в случайных, случайно аэроплан, самолет назвали там автомобилем, птицу, самолетом, а здесь же вы взяли и все назвали самолетом. То есть вы не построили на самом деле никакой модели. У вас модель константная, она просто всегда говорит самолет, не умеет ничего отличать, но при этом accuracy у вас шикарный. То есть из-за того, что вы вашу метрику качества поставили неправильно, вы даже не заметите, что ваша модель плохая, потому что значение будет большим. И для того, чтобы работать в несбалансированных классах, есть много хитростей от того, что можно другую использовать. Меру, например, F1 score или ROK AUK и так далее. Можно заниматься балансировкой класса. Для дальнейшей работы вам стоит понимать, с какими библиотеками будем работать. Естественно, так как мы работаем в питоне, я могу как бы аргументировать, почему это именно питон, а не какой-нибудь R, но оставим это за скобками. У нас будет использоваться библиотека NumPy, как одна из самых популярных для вычислений и произведения операций с матрицами, векторами и так далее. Будет использоваться Escaler или Sycket Learn для того, чтобы работать с алгоритмами машинного обучения. И там есть очень простой интерфейс, очень простой API, который позволяет вам буквально две команды fitpredict алгоритмы использовать, даже не зная, что там внутри находится. Pandas просто для работы с табличными данными. И основной фреймворк, который на самом деле первой лекции вы не увидите, но в основном будет дальше, это PyTorch. Опять же, есть определенный смысл в том, что мы используем PyTorch на некий раз или там не новый JAX, но в будущем вы можете использовать любой. То есть, в принципе, если вы дальнейшую вашу работу будете строить на том, что вы хотите суперновый фреймворк и вам хочется JAX, пожалуйста. Я, в принципе, могу как бы курировать по этому направлению. Если вам тяжело каждый раз писать boilerplate код на PyTorch, PyTorch немного более низкоуровневый, вы можете перейти на Kiras. Я, в принципе, тоже поэтому могу проконсультировать. Хотя в PyTorch есть свой высокоуровневый фреймворк, это Lightning. То есть, чтобы не переписывать много пилот на код, можно воспользоваться его. Здесь есть некий нюанс, что в библиотеке для визуализации у нас часто будет встречаться как раз-таки та, которая гугловская. То есть PyTorch это у нас от Facebook, в основном Facebook развивается библиотека, ну и open source. А вот TensorFlow — Google. И вот для визуализации мы будем использовать TensorFlow. В PyTorch есть мостик, который позволяет нам данные из PyTorch визуализировать в TensorFlow. Будьте готовы, что будут некоторые затруднения, например, пользователей Apple, что иногда некоторые вещи не отображаются в браузерах. Возможно, нужно будет сменить браузер. Посмотрим, как можно, в принципе, работать с табличными данными. Опять же, у биологов очень часто, например, задача именно табличная. У нас есть набор данных, которые можно подгрузить из эскалерна. Там есть игрушечные, так называемые, той датасет. Есть набор данных вин. В этом наборе 178 объектов. Можно сказать, что это какие-то бутылки вин. У каждой бутылки по 13 признаков. Причем, как вы видите, если вы не сомелье, разбираться в этих признаках довольно-таки проблематично. То есть есть какой-то уровень кислотности, есть процент алкоголя, есть количество флавоноидов и так далее. А задача у вас разбить это на 3 класса. То есть 3 производителя вин. В принципе, можете даже не знать о том, что значат эти 3 класса. Просто у вас есть какие-то данные из 13 признаков. Вам нужно сделать классификацию на 3 класса. Данные эти прогружаются. Можно посмотреть у так называемого объекта Bunch. Не запоминайте его больше. Вам никогда не встретится. Это просто объект, у которого есть поля. В этих полях хранится либо data, это сама информация о признаках. То есть что у нулевого объекта количество фенола 2,8. Есть еще у него название признаков. То есть как раз таки, что это total phenol. Ну и можно посмотреть на значение таргета. То есть к какому классу это относится. Также можно запустить как раз таки тот тензерборд. Одна из причин, по которой его интересно было бы использовать. Это то, что можно смотреть интерактивно все. То есть у вас ваша моделька обучается. И вы прям видите, как она обучается. И выводит вам ответы в тензерборде. Можно это там приближать, удалять много функционала в общем. Второе, что вот допустим сейчас ваши объекты находятся в каком-то 13-мерном пространстве. То есть если там просто людей положить в пространство рост и вес, я в принципе вам это на доске нарисую. Но когда 13-мерное пространство, представить его в голове довольно проблематично. Чтобы как-то с ним работать, есть в TensorFlow есть разные методы визуализации. Здесь есть код, который вы возможно сегодня используете для того, чтобы запускать вообще тензерборд. Есть вероятность, что вот как видите, тензерборд может не заработать вообще. В нем можно визуализировать как числа, так и разного рода проекции и распределения. Вот из нашего 13-мерного пространства наши бутылки вина отобразились в трехмерное. То есть отобразились методом главных компонентов. Мы с вами его будем в следующих лекциях рассматривать. О том, как линейно спроецировать все объекты в пространстве меньшей размерности, исходя из того, какая там дисперсия по каждому признаку. Можно увидеть, что вот у нас три производителя, трех разных цветов. В принципе, даже вот в этом пространстве можно было бы сделать несколько линейных разделяющих гиперплоскостей, которые нам неплохо разделят синие от красных с розовыми. Не знаю, как он передает в проектор цвета. Также, если посмотреть немного с другой перспективы, можно увидеть, что, опять же, посмотрев под другим ракурсом, можно увидеть, что и красные с розовыми тоже, с фиолетовыми, можно тоже довольно-таки линейно разделить, если найти, откуда посмотреть. Но попытаемся это сделать все-таки автоматически. Здесь есть некоторая проблема. Когда мы смотрим на эти данные, они имеют какую-то произвольную шкалу. То есть пролин измеряется в тысячах, а цветность измеряется в единицах. Что-то еще может измеряться вообще, там, пенол измеряется в значениях меньше единиц. Мы с вами подробно рассмотрим, почему для моделей машинного обучения это очень плохо. То есть они будут и дольше обучаться, они будут иметь некоторую предвзятость относительно каких-то признаков. Но важно, что с этим делать. Сейчас мы видим, что у вас есть признак объектов malic acid, есть alkalinity осадка, и они совершенно по-разному распределены. Чтобы алгоритм машинного обучения хорошо работал, хорошо бы эти распределения как-то привести к одинаковому. Чтобы каждый признак для нашего алгоритма выглядел более-менее, находился в одной области пространства. А вот мы можем увидеть три разных признака, и они вообще по-разному все распределены. Если бы мы посмотрели дальше важность признаков как веса у линейной модели, то вот этот признак мог бы казаться там очень-очень важным. А на самом деле у него просто значение большое. Самый простой способ это minmax нормализация. То есть вам нужно отнять минимум, чтобы ваши признаки сдвинуть к нулю. То есть начало ваших признаков сдвинуть к нулю. У вас признаки находятся там от 100 до 10 тысяч. Вы отнимаете минимум, притягиваете начало к нулю. После этого вы делите на максимум минус минимум, ну или на новый максимум. У вас получается, что все значения признака становятся от нуля до единицы. У этого способа есть небольшая проблема. Он очень неустойчив относительно выбросов. То есть если вы возьмете какой-то признак, у которого почти все значения от нуля до единицы, но какое-то одно значение улетело в минус миллион, а второе значение улетело в плюс миллион, и вы сделаете minmax нормализацию, то у вас эти значения одно окажется в нуле, другое в единице, а значение всех почти ваших объектов может схлопнуться вообще чуть ли не в одно значение. Их будет очень тяжело друг с другом различать. Один из способов работать с этим, то есть по-другому нормализовать ваши данные, это стандартизация, ну или z-нормализация. Здесь мы не минимум и максимум наших признаков притягиваем куда-то. Здесь мы притянем от ожидания и дисперсию к определенным значениям. Например, к нулю и единице соответственно. То есть мы хотим, чтобы у нашего распределения мат ожидания было в нуле, а дисперсия была единичная. И мы увидим, что если здесь у нас были определенные хвосты, и даже после нормализации у нас все-таки немного распределения отстоят друг от друга, то есть по крайней мере видно, что у них там мат ожидания в разных точках точно, то здесь можно видеть, что они гораздо, гораздо ближе теперь друг к другу находятся и гораздо более эквивалентными выглядят для вашей модели. Так, немного про обучение. Как я вам говорил, есть фреймворк Escaler, который вам позволяет о многом не задумываться, но только поначалу. Есть, допустим, метод train-test-split. То есть он позволит вам разбить вашу выборку на две подвыборки. Одну из которых вы можете использовать для обучения, другую, например, для валидации. Ну или отделить одну для тестирования в конце. Вы ему подаете ваши признаки и ваши метки. Он вам выдаст тренировочные признаки, тестовые признаки, тренировочные метки, тестовые метки. То есть в таком порядке идут. Такая стандартная логика, как он выдает вам разбиение на два подмножества. Также у него есть много других аргументов. Вы сегодня их в семинарском занятии рассмотрите. Первое — это test-size, какой пропорции разбить. То есть вы можете задать, что 20% пойдет в тестовую выборку, ну или в валидационную. Также у него есть множество других аргументов. Допустим, random state, который очень важно указывать. Сколько людей знает, что такое random state? Seed, random state. Поднимите руки, не стесняйтесь. Шикарно. Для тех, кто не знает. Дело в том, что у нас компьютер, допустим, это стокастический алгоритм, и хотелось бы как-то случайно разбить вашу выборку. Для этого внутри используется так называемый генератор псевдослучайных чисел. Он генератор псевдослучайных, потому что они там генерируются при помощи определенного алгоритма. Зачастую в вашем компьютере, если вы там в каком-то языке программирования попросите случайное число, ваш метод, который вы вызовете, возьмет время от 1970-х годов в наносекундах. Произведет с ним множество разных операций. Сдвиги побитовые, операцию того же XOR по битву и так далее. И получит случайное число. Это случайное число на самом деле зависит от времени, в момент, в котором вы вызвали эту функцию. Поэтому каждый раз, если вы будете вызывать эту функцию, она будет выдавать вам вообще разные значения. Допустим, у нас есть некоторый способ зафиксировать время. Вот этот вот параметр, который входит в вашему алгоритму генерации псевдослучайных чисел. Мы можем зафиксировать. Вот получается, что первое число, которое будет сгенерировано из него, оно будет теперь всегда одинаковое. То есть если на вход подается одно число, следующее будет как бы случайно. Оно там сильно отличается от того, что мы на вход подали. Оно будет теперь всегда одинаковое. Чтобы получить следующее случайное число, алгоритм генерации берет полученное на вот этом этапе. То есть сначала вы берете число, допустим, это время было, которое вы подали. Он генерирует первое случайное число, потом берет это первое случайное число, подает обратно себе же на вход, генерирует второе случайное число и так далее. Это последовательность случайных чисел, они все сами по себе случайные, но вот вся эта последовательность будет одинаковая каждый раз, когда вы используете одинаковое число на вход. То есть вы подаете число на вход, числа, которые каждый раз выходят из вашего алгоритма, меняются, но вся эта последовательность, можете еще раз подать, она повторится. Еще раз повторяю, она повторится. Вот логика в том, что обычно ваши алгоритмы берут время, и попасть в то же самое время в наносекундах тяжело будет, даже если очень сильно захочется. Хотя, конечно, в кибербезопасности можно и подбирать эти значения. И это в кибербезопасности в основном вот эта случайная инициализация, случайный сид, он random state здесь, он генерируется по-другому. В основном это либо, в основном это физические какие-то процессы, которые действительно случайные, в отличие от времени. То есть это могут быть, если знаете, эти лампы, в которых передвигается масло и другие жидкости. Они довольно-таки стахастические, там теория хаоса работает, что она не так уж легко их описать. Или это может быть, если вы создавали когда-нибудь ключ первичный, вторичный, для того, чтобы по SSH подключаться к какому-то серверу, вас просят мышкой подвигать. Вас просят подвигать мышкой, на самом деле, чтобы сгенерировать вот этот, грубо говоря, сид. Он будет зависеть от того, как вы рукой это сделаете, рукой вы это сделаете сильно-сильно случайно. Хотя это тоже считается не лучшим способом. Так вот, так как мы занимаемся наукой, ну и в принципе в индустрии то же самое, вам желательно, чтобы ваши результаты были воспроизводимы. То есть вы запускаете алгоритм градиентного спуска, там внутри есть алгоритм стахастического градиентного спуска, там есть стахастика, исходя из названия, там есть случайность некоторая. Как он там каждый раз перемешивает выборки, чтобы по ним пройти. И вам хотелось бы, чтобы вы запустили один раз ваш код, вы получили результаты. Второй раз запустили ваш код, получили тот же самый результат. Для этого вначале нужно зафиксировать сид, чтобы вся эта логика случайности в вашем алгоритме каждый раз была одна и та же. Да, внутри будет перемешиваться это, будет каждый раз последовательность будет одна и та же, но числа будут внутри иные. Поэтому в допустим train test split, так как он делает это случайно, нужно указать сид, чтобы в следующий раз вы разбили, получили то же самое разбиение. Еще раз разбили, ну указали сид, разбили, получили то же самое разбиение. Помимо этого, если что-то сейчас еще было непонятно, вы дозадавайте вопросы, даже если они супертривиальные. Помимо этого есть аргумент stratify. Stratify важен с той же точки зрения, как я вам говорил о несбалансированных выборках. Вы можете случайно, у вас есть определенная вероятность, мы можем ее даже посчитать, что допустим у вас была сбалансированная выборка всех классов порога, но вам нужно эту выборку разбить на трейновую и тестовую. И вы случайным образом это делаете. То есть вы берете элемент, ну там с вероятностью 80% попадаете в тренировочную, с вероятностью 20% в тестовую. Вот есть в среднем там наибольшая вероятность, конечно, что сохранится эта пропорция, но на самом деле у вас там довольно-таки такие большие хвосты, то есть у вас будет, может сильно измениться пропорция класса. В случае, если сбалансированные классы изначально были, это не супер страшно, но нехорошо, что у вас может получиться, что у вас был датасет из котиков-собачек сбалансированный, вы его разбили, у вас получилось, что теперь в тренировочном почему-то много котиков, мало собачек, а в тестовом наоборот. Но если у вас есть дисбаланс, может произойти вообще довольно-таки плохо, что если вы пытаетесь классифицировать породы кошечек и у вас всего лишь два фото сфинкса и вы делаете тренд-тест-сплит, оба фото могут попасть в тестовую выборку или оба фото могут попасть в тренировочную выборку. Для этого есть аргумент Stratify, которому нужно подать метки, и он разобьет так, чтобы пропорции сохранились. Если у вас есть два фото сфинкса, значит одно фото попадет в тренировочную выборку, второе фото попадет в тестовую выборку. И это достаточно важно. Хотя вопрос, что там указывает. Точность у нас пока… ну метрика качества у нас пока будет accuracy. И мы воспользуемся моделью linearSVC. Мы с вами о ней поговорим на следующем занятии, но что для вас сейчас прекрасно, вы вообще ничего можете не знать об этой модели. Вы просто импортировали ее из Escaler, подали ей тренировочную выборку и предсказали на тестовой выборке. То есть вся эта машинерия глубокого обучения, машинного обучения, она вам доступна без вникания на данный момент. Вот мы взяли данные, это наши признаки win. Нам нужно их на три класса классифицировать. У нас получилось, что сходу модель, вы ничего не знаете о винах, вы не сомелье, вы ничего не знаете о производителях, но у вас получается accuracy 77% и выборка примерно сбалансированная. А теперь вопрос вам. С чем бы это сравнить? Ну вот выборка сбалансированная, три класса. У нас accuracy 77%. С чем бы это сравнить? Вот самая тривиальная, с чем можно сравнить вот эту accuracy? Насколько она хотя бы разумна? Насколько ваша модель хоть что-то решает? С человеком круто, надо будет добраться до сомелье, да? Случайно будет правильный ответ? Правильно. Либо мы будем генерировать ответы случайно, либо мы сделаем константный ответ. В принципе, если у нас выборки сбалансированы, в константном ответе будет примерно такое же мод ожидания точности. Мы генерируем случайный или константный ответ, три класса. Какая вероятность у случайного классификатора? Какая, какой accuracy у случайного классификатора? Ну, треть. То есть с вероятностью 1 треть у нас модель будет, даже если бы это была абсолютно случайная модель, каждый раз случайно фигнимум отвечает, то accuracy уже 0.33 в периоде. То есть вам стоит понимать и всегда об этом задумываться, что если у вас там два класса и ваша модель, которую вы крутой обучили на куче нейронных сетей, начала выдавать accuracy 50%, это значит, что она просто случайно угадывает, она не научилась ничему. Возможно, она переобучилась, запомнила вашу изначальную выборку. И об этом стоит как бы в заданиях всегда помнить, потому что часто мне приходят задания с тем, что на 10 классов 10% точно. Ну, вот видим, с табличными данными мы можем работать даже не вникнув ни в данные, ни в модель, ни во что. Хотя, опять же, это плохая практика. Также можем работать с аудиоданными. Здесь используются торчевские модули. О торче самом, по торче мы будем разговаривать позже. Опять же, вам не сильно пришлось, придется сейчас вникнуть. Главное, что у них есть датасет и даталоадер. Это объекты, которые позволяют вам данные скормить вашей модели. Здесь можем загрузить какой-нибудь набор данных, заранее сделанный. Допустим, голосовые команды. Хорошо бы их прослушать. Ну, если есть звук. Да, здесь человек сказал backward. Это маленькие такие звуковые команды, которые надо бы, допустим, классифицировать. У них там длина дискретизации 1600 значений. То есть видим вот здесь, насколько сильно может меняться эта кривая. И в принципе с этим хорошо бы работать какими-нибудь продвинутыми алгоритмами типа рекуррентных нейронных сетей или трансформеров. Но сегодня попытаемся работать чем-то суперпростым в виде там линейного классификатора просто. Первый вопрос, который я вам бы хотел задать. Опять же, мы же всегда думаем самое первое о том, как оценить нашу модель. Теперь на секунду это пропустим. Давайте подумаем о том, можно ли здесь пользоваться случайным разбиением на трейн и тест. То есть задача. У вас модель должна, вот у вас есть 10 человек, они вам наговорили слова. И вы хотите, чтобы на новом человеке ваша модель смогла эти слова распознавать. Она услышала его, команду пылесосу, и он послушался этой команды. Скажите мне, пожалуйста, как разбить трейн и тест так, чтобы не получить случайно слишком завышенную оценку? По людям. По людям это как? То есть если человек участвует в тесте, то он только в тесте. Правда. Мы уже знаем его голос и завышенную оценку на трейн. На тесте. Правда. Здесь было бы очень плохим решением разбить так, чтобы каждый человек присутствовал понемногу в трейне и понемногу в тесте. То есть и так же с биологическими объектами, так же если вы с разных лабораторий получаете бач-эффект, потихоньку устраняете, но все равно у вас должно быть так, что у вас в данном случае в тренировочном наборе одни люди, и эти люди, их данные, их произношение слов не попадают в тесты. Чтобы вы знали, насколько она хорошо работает на новых людях. Так, здесь есть частота дискретизации. Много еще чего. ID-шник спикера как раз-таки, который вам позволит различать говорящих людей и так далее. Немного отвлекусь сейчас, потому что эти данные нужно будет обработать определенным образом. Там длина последовательности немножко разная. То есть некоторые записи, они длиной вот в 16 тысяч чиселок, а некоторые короче. У меня будет, правда, сразу к вам вопрос, а что это делать? У нас модель сейчас должна принимать фиксированного размера вектора. Но у нас произносимые наши фразы, они вот получилось так, что они разной длины. Ну и выглядит примерно так же. Вот есть сигнал, да? Он произнесен и сигнал пропал. Что сделаем? Что? Удалить? Удалить пустоты слишком длинные. Да, нам нужно будет построить алгоритм, который ищет вот эти пустоты. Возможно, здесь будет на всем промежутке какая-то речь. Есть вероятность, что вообще пустот не было, что это была аргументирована длина в 16 тысяч. Но это один из вариантов. Сделать их все truncated, то есть обрезать. Какой? Другой вариант? Уриена какие? Неплохой вариант. Перевести, да, в другое пространство признаков вообще. Добавить ноли в конце короче. Правда. Один из вариантов – это обрезать. Второй из вариантов – это добавить. В принципе, идеологически понятно. Так же будет там с несбалансированными выборками. Можно там сэплить, абсэплить и так далее. Здесь мы четко видим, что в принципе, когда нет сигнала, это ноль. Ну, может быть какой-то шум еще, но около нуля. Один из вариантов, который часто предлагают – это добить тем же… То есть мы берем последовательность, которая длиной 12 тысяч, берем из нее последний участочек и копируем его. То есть докидываем в конце, чтобы получить там тот же шум. Но есть в этом варианте опасность, что вот на этом участке последнем был какой-то сигнал, и вы закопируете его как бы в конец. Но самый тривиальный, простой и в принципе неплохой вариант – это забить нулями. Можно добавить немного какого-то шума статистического. И все это будет одинаковой длины. Сейчас немного про сам питон. Вы в принципе проходили контест. Есть некоторая надежда, что питон вы знаете на определенном уровне, но на всякий случай напоминание. Если вы помните питоновские листы, которые на самом деле, ну, с точки зрения алгоритмов, это не списки, это вектора. Если кто-то программировал там на C++, но стоит понимать, что они гетерогенные по объектам ним. То есть в питоновский лист вы можете поместить в строку число, флоутовское число, другой массив. То есть внутри вот этой вот коробочки с вашими объектами лежат какие-то другие объекты, тип которых может быть совершенно разным. Размер которых может быть совершенно разным. Потому что там на самом деле просто указательная тебе. Это очень удобно, но это очень медленно. Мало того, это еще в памяти занимает больше времени, потому что вы имеете возможность добавлять элементы к листу в питоне. И он на самом деле в памяти гораздо длиннее, чем у вас там количество элементов. В NumPy же для того, чтобы высокоэффективно работать и производить арифметические операции, работу с матрицами и так далее, есть некоторые ограничения. Первое ограничение. Все объекты в матрице в NumPy должны быть одного и того же типа. Нельзя поместить туда часть целочисленную, часть с плавающей запятой чисел и строку. То есть в NumPy, в котором вы будете много работать, все значения должны быть одного и того же типа. Второе. Туда нельзя поместить матрицы. Вот, допустим, у вас есть матрица. Это на самом деле вектор векторов. То есть матрица это вектор одномерных векторов. Вот нельзя поместить разные длины вектора. То есть вы не можете в матрицу поместить так, что первый вектор в вашем векторе векторов длины 5, а второй 10, следующий 13. То есть они должны быть как такой прямоугольный параллелепипед в итоге. То есть если вы делаете более многомерную матрицу, опять же, вы не можете в трехмерной матрице взять, если это изображение пытаетесь туда поместить, что первое изображение в высоком разрешении, а второе, допустим, в низком разрешении, третье там еще маленьком. То есть NumPy такого не сожрет. Но зато, когда вы все эти ограничения выполняете, то есть вы знаете, какой тип у ваших объектов внутри матрицы, вы знаете, что матрица такой, как прямоугольный параллелепипед выглядит, то вы можете выполнять арифметические операции, как и с матрицами. Допустим, матричное произведение. Вы просто берете одну матричку, умножаете на другую, и знаете, что эта операция корректно выполнится, если, естественно, совпадают размерности определенным образом. Вы можете их по элементу сложить две матрицы, то есть взять каждый элемент первой матрицы, сложить с элементом второй, опять же, если у них совпадает вертикали по горизонтали размерность. Ну и много других операций производить. Дальше мы будем знакомиться с торчом, и там становится все еще более интересно. Там есть примерно тот же функционал, как в NumPy, то есть там можно складывать, там можно умножать, по элементу умножать и так далее, какие-то статистики считать. Но при этом там еще есть возможность вашей операции запомнить, то есть вы там сложили две матрицы, умножили и так далее, и потом посчитать по этому градиенты. То, что нам необходимо для того, чтобы обучать нашей нейронной сети. Ну и относительно этих градиентов, там есть разные операции, которые тоже можно выполнять. Сильно тут не будем вникать. Есть просто пайплант предобработки нашего звукового сигнала. То есть у нас есть вот длина сигнала, у нас есть максимальная длина сигнала в 16 тысяч. Мы добиваем нулями, как вы сказали, сигнал, чтобы они все были одинаковой длины. Это все можно в торче забить в предобработке, то есть там сожмет весь сигнал, чтобы не было избыточности и добавит нулей. То есть эта предобработка будет каждый раз выполняться на каждый объект, чтобы получить объект, который у вас там в итоге попадет в вашу нейронную сеть и так далее. Здесь это не такой, так как опять же мы работаем в торче, а визуализируем в тензерборде, тут небольшой багфикс, он только для этой визуализации нужен. Из-за него будьте готовы, что на маках у некоторых может не работать. Но в целом, если мы попытаемся посмотреть на такую же проекцию наших слов из размерности, ну там она в два раза была сжата, из не 16 тысяч, а 8 тысяч циферок, а в размерность 3, то есть в трехмерное пространство, получится хлам. То есть если с винами мы как-то еще могли работать на 13 признаков, то здесь работать уже не очень понятно, здесь есть разные классы, вот видно, допустим, там оранжевенький класс какой-то, какое-то слово конкретное, может быть, можно было бы как-то разделить, но вообще довольно-таки плохо. Одна из основных причин, по которой плохо, это потому что вы можете сказать слово код и вот в самом начале вашей записи у вас будет какой-то сигнал. Можете сказать также код, чуть-чуть сдвинувшись вправо. И по признакам, если взять эти признаки отдельно, каждый элемент в вашей последовательности как один признак, у вас получается совершенно другой объект. То есть сказали вы то же самое, что код, но только сказали чуть-чуть в другом временном интервале, у вас получился совершенно другой объект. Ваша вот эта вот попытка с помощью метода главных компонентов положить это в трехмерное пространство ничего об этом не знает. Поэтому оно кладется довольно-таки плохо. Опять же, здесь на самом деле до конца вникать в код не придется, потому что он берет все ваши объекты, все ваши метки и выдает пары объект-метка-объект-метка в определенном количестве за раз. Здесь, опять же, как я говорил, существует много дублирующих методов типа сплита, то есть разбить ваши данные на тренировочный, тестовый. Единственное, у них может меняться API. То есть что вы подаете, может меняться. Здесь, например, подается вторым параметром подается длина тренировочной и длина тестовой выборки. Вот. То есть заранее вычисляете, туда подаете. Вместо того, что там мы указывали процент от выборки. И здесь мы как бы подаем генератор. Кто знает, Питон, в принципе, понимает, о чем я. Там мы подавали пары. Первый аргумент был все признаки, второй аргумент был все метки. Также приходим к Ascalern. Не знаем, что такое SGD Classifier, но есть какая-то модель статистического градиентного спуска, которая может классифицировать. На самом деле там линейная модель, лосс ей задали. Ну, неважно. Попытались ее натравить на наши данные, чтобы она попыталась предсказать, что же за слово, исходя из признаков на этой звуковой волне. И получилось, что... Здесь вы можете, в принципе, увидеть все ваше обучение. Единственное, оно... Да, оно у меня вправо переместилось. Можно по-разному сглаживать. У вас эта колонка настроек может находиться слева. То есть, если у вас модель обучается, и она тестируется, у нее сильно скачет вверх-вниз ее метрика точности, то эту метрику можно здесь сгладить в тензерборде. Можно игнорировать выбросы. То есть, давайте абсолютно сглаживание уберу. У вас получается, что если вы не игнорируете выбросы, у вас все ваши результаты попадают в определенный диапазон, который тензерборд вам показывает. Если игнорировать, то он выкинет как бы определенный перцентиль сверху и снизу. Вот. Ну или также посмотрите на сглаживание. Но здесь можно увидеть, что на самом деле модель справляется уже не так хорошо. Опять же, по многим причинам, что с временными рядами желательно работать чем-то более сложным, чем линейная модель статистического градиентного спуска. Здесь также можете какой-то участок более детально посмотреть. Ну и если обучать прям во время, то можно смотреть, как появляется каждая новая точка, и это каждая новая точка какое-то значение принимает. Вы можете, исходя из этого, остановить обучение. Допустим, вы собирались обучение на ночь запустить, вечером запускаете, смотрите, что там точность начинает куда-то уходить к значениям случайного вообще классификатора. И вы останавливаете, исправляете багу и дальше идете. Про связность, в принципе, я вам уже почти все рассказал, что у нас есть связность по времени во временных рядах между точками, есть связность также в видео по времени, есть связность в изображениях по пикселям, то есть есть высокая корреляция между пикселем и соседними, на самом деле, и это приводит к небольшой избыточности информации в картинке. Но есть еще смысл того, что первый столбик находится первым, а не третьим. Со всеми из них можно работать в торче. Что вам сегодня пригодится на занятии практическом? Это возможность работы с изображениями. Один из тех игрушечных, можно сказать, наборов данных, о которых я говорил, это CIFAR-10. В CIFAR-10 есть 10 классов, несколько десятков тысяч картинок, которые, каждый из картинок присвоен к классу, картинки размера 32 на 32. И вот классы выбраны произвольно, там есть автомобили, грузовики, лягушка, лошадь. Стоит опять же помнить, что здесь 10 классов. Если вы построите плохой классификатор, он выдаст вам accuracy около 10%. Каждый объект в нашем вот этом наборе данных, который мы скачали с помощью модуля TorchVision, в нем есть модуль Dataset, в котором можно скачивать эти данные. Каждый объект представлен в виде PIL-имидж. PIL- это Python Image Library, это определенный формат в питоне, в хранении изображений. Но это не тот формат, который мы используем при обучении, не тот формат, который можно подавать в Pytorch или в Escaler-новские классификаторы. Поэтому этот формат преобразовывается в NumPy-овский. Преобразование между PIL-ом, NumPy-ом, Torch-ом, какими-то TensorFlow-ом, они довольно-таки простые для вас. Они делаются в основном в одну команду. Хотя под низом лежат разные реализации иногда. Можно увидеть, что ваши данные — это картиночки. 32 на 32 — это по высоте и по ширине. При этом 3 — это означает, что у пикселя 3 разных канала. То есть это канал, насколько пиксель красный, насколько пиксель зеленый, насколько пиксель голубой. Из трех цветов можно собрать, в принципе, более-менее покрыть цветовую гамму, которую мы видим. Так как у нас, в принципе, на сетчатке тоже 3 цвета, в отличие от каких-нибудь мушек, у которых там 4 и так далее. При этом все наши объекты еще собраны в такие так называемые мини-батчи. Некоторые люди называют их батчами. Можно и так. Но просто есть батчевое обучение. Это когда вы берете всю вашу выборку, загоняете в ваш алгоритм и как-то оптимизируетесь прямо на всей выборке. Посмотрел алгоритм на всю выборку — улучшился. Еще раз на всю — улучшился. Есть стокастический градиентный спуск полностью, стокастические методы оптимизации. Когда вы берете один объект — как-то улучшаетесь. Второй объект — как-то улучшаетесь. Третий объект — как-то улучшаетесь. То есть ваша модель пытается на этом объекте что-то предсказать, ошибается, вы ее наказываете. Следующий объект. А мини-батчевая оптимизация пытается найти что-то среднее. То есть вы берете не всю выборку, потому что она в память не поместится, потому что это там меньше шагов сделаете за то же время и так далее. И не один объект, потому что делать, улучшать свою модель на каждом объекте приведет к тому, что вы на шумах будете очень сильно прыгать. То есть если у вас объект какой-то выброс, вы сильно сделаете, попытаетесь под него поднастроиться, а он на самом деле просто там плохой и так далее. Или объект относится к какому-то классу, ну у вас же там много классов в выборке, и вы будете как бы скакать между этими классами. Можно сделать мини-батч, в котором там 8, 60, 128 объектов. И посмотрев модель на этот мини-батч, оптимизируется немножко. Потом возьмем следующий мини-батч, оптимизируется. Так в принципе все обучение для вас будет выглядеть. Всегда будьте очень осторожны с тем, в каком порядке идут эти каналы. Вот, например, если я работаю там с OpenCV, с TensorFlow, для меня уже вот это выглядит нелогично. Потому что если смотреть с правого края, идет там ширина, высота и потом каналы. А там же TensorFlow обычно идет каналы, ширина, высота и потом батчи. Как бы от простого к более сложному, можно сказать. Если вы будете работать с рекуррентными нейронными сетями, там вообще другая специфика. Там батчи идут не первыми. По одной простой причине, чтобы более параллельно вычислять, рекуррентные нейронные сети, они вот, у вас есть объект, и она проходит, нейронная сеть, эта рекуррентная, проходит по всем, как бы последовательно по этому объекту. В объекте много фичей может быть, по фичам. Вот. И отдельно есть батч. Вот, чтобы быстро обрабатывать, желательно у всего батча нейронной сети пройти по первому там слову. Потом пройти по второму слову, потом пройти по третьему слову. Поэтому там идет другой порядок вообще размерностей. Здесь мы создаем модель-заглушку, чтобы вы понимали примерно, какой интерфейс у всех, у большинства моделей существующих. То есть есть какая-то инициализация у модели, когда вы пытаетесь просто создать модель, задать ей какие-то параметры. У к ближайших соседей, которые мы сейчас немножко рассмотрим, это параметр количества соседей. У нейронной сети, если там в определенных реализациях, это могут быть гиперпараметры, типа там количество слоев и так далее. Дальше есть метод fit, так же как в эскалерной. То есть настройся под эти данные. Мы даем нашей модели наши метки и наши объекты и говорим, чтобы модель настроилась под них. И forward или эскалерный это predict, это метод, который говорит о том, что возьми эти данные и предскажи мне метки. Ну или прогонись на них, выдай мне какой-то результат. Могут быть не метки, это может быть регрессия, и надо будет выдать числовой результат. На данный момент это заглушка, в которой выдается случайный ответ. Как вы видите, у этой заглушки там на корабле выдается самолет, на еще лошадь и так далее. Опять же здесь точность около 10%. Не обязательно ровно, потому что все-таки случайный процесс, но около 10. Зачастую будет близко к 10. Первый, самый простой алгоритм, который мы с вами рассмотрим, который вы сегодня будете реализовывать, это алгоритм К ближайших соседей. Допустим, у вас есть эти объекты в каком-то пространстве. Это могут быть те же вина, это могут быть картинки. Мы можем посмотреть расстояние между объектами. Расстояние между объектами может быть, допустим, L1 метрика. Это у каждого признака модуль разности и сумма всех этих модулей. То есть если возьмете картинку, попиксельно вычтите из другой картинки, возьмете абсолютные значения от этого. То есть если там было у первого черный пиксель, у второго здесь яркий пиксель, черный пиксель это 0, яркий пиксель это 255. У вас получится минус 255. Берете модуль, получится, что разница между первой картинкой и второй, вот в этом пикселе 255. Просуммируете по всем пикселям и получится какая-то мера того, насколько эти картинки далеко друг от друга. То есть можно посмотреть на какое-то очень многомерное пространство. В данном случае это пространство. Если черно-белая картинка размерности там 1000 на 1000, это будет пространство миллионмерное. Вот в этом миллионмерном пространстве можно посчитать расстояние. Если это L1 расстояние. Можно L2 расстояние, там F-клидовое расстояние это как мы в обычной жизни смотрим на расстояние. На карте это корень из квадрата разности. Ну и сумма по всем координатам. Далее, когда у нас есть эти расстояния, обучение для нас выглядит как просто запомнить выборку. То есть у нас есть тренировочная выборка. Давайте все эти объекты вот запомним. Они у нас лежат. Теперь у нас есть тестовый объект, который мы хотим определить, принадлежит ли он к какому-то классу, который мы заранее определили. Мы берем этот тестовый объект и смотрим расстояние. На самом деле там есть хитрая эвристика, как это считать очень быстро, но в тривиальном случае смотрим расстояние до каждого объекта в тренировочной. Если это алгоритм ближайшего соседа, где одного соседа нужно найти, мы смотрим в тренировочной выборке, к какому объекту ближе всего наш тестовый. И вот метку этого объекта, которому ближе всего, мы назначаем на наш тестовый. То есть если мы взяли все картиночки, посмотрели расстояние попиксельное такое у тестовой картинки, до всех этих картиночек, на ближайшей картинке котик, мы говорим, что значит и на тестовый котик. Скажите мне, пожалуйста, какой первоочередный недостаток у вот такого для картинок? Ну, котик может быть большой, маленький, маленький, и в разных частях. То есть я вообще не знаю, что если мы читаем, он на картинке будет другого, почему он переносит нами, как я делаю, как я делаю, как я делаю, как я делаю, как я делаю. Да, правда. На самом деле для картинок… Ну, давайте сразу вопросы. Второе дополнение. Там есть иногда примеры мемов, когда собачка похожа на печенюшку или что подобное. Пиксели могут быть, по сути, если мы их сравним, они могут быть очень похожи по цветам или по расположению. И какие-то самые важные пиксели, которые отвечают на печенюшку или собачка, они не будут учитываться, потому что большинство пикселей совпадают. Правда. С таким способом сравнения изображений, с таким способом классификации у нас возникает много проблем, связанных с тем, что как мы вообще на матрицу наносим наши объекты, как они выглядят на этой матрице. То есть котик может быть на самом деле самое простое, что можно сделать, взять ту же самую картинку, чуть-чуть сдвинуть вправо, чуть-чуть слева. Между последними пикселями, конечно, есть корреляция, но просто сдвинув, но та же картинка, можете там край зазеркалить и с другой стороны вставить, будет выдавать серьезное расстояние в L1 метрике. Сам по себе котик может быть один и тот же котик, может быть сфотографирован близко, как вы говорите, или далеко, он может быть большой и маленький. И самое печальное для этого, что это может быть вообще прям та же картинка, просто чуть-чуть ярче, и у вас тоже будет сильное расстояние, хотя объект на нем не поменялся. Это мы в принципе и будем с вами исправлять нейронными сетями, которые на самом деле пытаются искать высокоуровневые признаки, пытаются определить у печенюшки, я не знаю, есть ли шерсть. Вот, если есть, вроде как это там либо плохая печенюшка, либо чихуахуа. Вот. Это одна из проблем. А вторая, это просто специфика алгоритма ближайших соседей. Как у любого алгоритма, почти любого алгоритма, у него есть гиперпараметры. Этот гиперпараметр у него это количество ближайших соседей. Если вы возьмете единицу, то вы будете очень шумно отвечать, потому что у вас есть вся эта выборка, ну, случайно какой-то из объектов близко находится, вы берете, вы не очень статистически значимо отвечаете на то, какому классу принадлежит этот объект. Давайте противоположные. Давайте, ну, если мало, это плохо. Если мы возьмем как можно больше объектов, что у нас с моделью произойдет? Просто она посмотрит, какое… Если у нас два признака, допустим, трехгодички и квадратики, она просто посчитает, чего больше во всей модели и задаст тот же самый признак. Правда. Она выйдет на какую-то такую стационарную точность, которая отвечает точности того, что вы просто по всей выборке посчитали и выдали моду. Это тоже плохо. Есть какой-то баланс. Этот баланс вам придется ловить на практике. То есть если вы будете использовать алгоритм ближайших соседей, он, несмотря на то, что он очень простой, он все еще применяется, иногда его можно применить, как бы не запариваться над более чем-то сложным. Но вот этот параметр надо будет подобрать. Сколько взять? То есть если мы возьмем 4, у нас здесь довольно-таки тяжело решиться, но это не… В данном случае это не взвешенный алгоритм ближайших соседей. То есть мы просто считаем количество. А можно еще взвешивать их, учитывая расстояние. То есть если вот эти два квадратика очень близко к оранжевому, а треугольнички чуть подальше, мы все-таки отнесем это к квадратикам. Хотя и всего по два объекта в ближайших четырех. Вот. Можем выбрать больше, и мы видим, что это точно треугольнички. Вот. Ну, в общем, ответ будет меняться. И в зависимости от вашей выборки будет важно понять, какой оптимальный. Следующий вопрос – это какую метрику выбрать. Здесь не пугайтесь, здесь пэшка означает, что это по каждому пикселю, это не степень. Вот у нас L1 мера, L1 расстояние, и это по пиксельной разнице. Можно вы… по пиксельной разнице соответствует тому, что метрика французских порталов, что у вас есть, допустим, два признака и два объекта. В L1 метрике вы посчитаете расстояние, как будто вы идете по какому-то квартальному району. То есть вам расстояние от этой черной точки до этой черной точки будет сумма по горизонтали и по вертикали. В L1 метрике. Манхэттеновский. А если же вы хотите фклидовую метрику, то вам нужно будет взять, ну здесь довольно-таки просто, что это расстояние от одной точки до другой наиболее интуитивное для нас. Но в случае, опять же, если вы разрабатываете какой-то алгоритм для городской местности, допустим, как быстро скорая может куда-то приехать, вот эту метрику брать нельзя. Несмотря на то, что она более интуитивная для нас, потому что скорые не вертолеты пока. И им все-таки придется добираться по… для них расстояние будет больше. Существует очень большое множество других метрик, которые можно учитывать, более сложных. Но это опять же тот способ задать близость между объектами под определенную задачу. На сегодня, наверное, более-менее все. Если есть вопросы, вы можете сейчас их задавать. Какой вопрос, более астрактный, почему на видеокартах больше не значено? Почему именно процесс? Мы привыкли писать программы в императивном стиле часто. Хотя многие программисты… Я больше программист, чем работник других областей. Многие программисты меня за это съели, потому что есть функциональное программирование, есть логическое программирование, которое для многих из вас казалось бы вообще каким-то ужасом. Но основные программы мы пишем в императивном стиле. В императивном стиле очень просто писать программу последовательно. Сделай то-то, сделай то-то, сделай то-то, сделай то-то. И процессоры наши, в принципе, архитектура фон Неймана, она на это и более-менее рассчитана. Что вы… у вас есть одно ядро процессора. Забудем про всякие технологии интелла, про два тренда на одно ядро и так далее. Вот есть одно ядро процессора, она ваша команда выполняет, 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 выполняет. Параллелизации нет, но возникает проблема. Мы очень давно застопорились на том, чтобы сделать это ядро, ну оно может за секунду выполнить одну команду, за полсекунды, за наносекунду, очень давно застопорились на 2 или 5 гигагерцах команд в секунду. То есть ускорить это мы не можем. У процессора ядро будет плавиться, надо будет какие-то другие материалы использовать, 100 гигагерц и так далее. То есть в определенный момент скорость обработки вашей, скорость выполнения вашей программы в однопоточном режиме, она все, она остановилась. Следующий процессор Intel круче сильно не станет. Поэтому процессоры сейчас многоядерные, но ядер тоже не так уж и много. То есть до недавнего времени это было там 4 ядра, 8 потоков. Не сильно обманывайтесь, эти 8 потоков не смогут прям 8 разных дел делать одновременно. Они просто очень быстро умеют перекидывать друг на друга нагрузку. Но это тоже не предел. То есть ну окей, вы ускорили вашу программу в 8 раз, на самом деле гораздо меньше. Можно показать, что ну не более чем 8 раз, если вы смогли ее распараллелить. То есть вы смогли участки кода, которые на самом деле не обязательно выполнять друг за другом, вы научились их выполнять параллельно. Окей, вы их раскидали по разным ядерам. На нынешнем компьютере там, не знаю, 8 ядер, 32 ядра, 3Dripper там 50 ядер. Ускорили там 50 раз. Но у видеокарты они пошли в другую, в другом направлении. У видеокарт может быть 300 ядер, может быть там сотни ядер. И для вашей обычной программы это было бы ужасно. Я бы посмотрел на человека, который сам головой будет писать программу, которая на 300 потоков расходится. Вот, довольно-таки сложно. Даже продумать, и даже обычное многопоточное программирование это сложно для человеческого мозга. Нужно там несколько лет заниматься, чтобы нормально программировать. Ну вот для задач машинного обучения, где нужно умножить матрицы друг на друга, где нужно производить там матрицы по очень-очень легко параллелящейся операции. Можно заранее написать умножение матриц. Мы знаем, как это сделать супер параллельно, хоть на тысячу потоков. И вычислять это там в тысячу в кавычках раз быстрее. Ну, опять же, заметно меньше, но асимптотически примерно в тысячу раз быстрее. Поэтому на видеокарте там каждое ядро, оно не такое мощное. У него не так много памяти и так далее. Ну, в общем, есть. Оно слабее, чем ядро процессора. Но их очень много. И они могут многократно ускорить вычисление ваших нейронных сетей. Обучение, инференса, то есть ответы. Вот. Поэтому в основном используются они. Есть, помимо видеокарт, есть много других специально под нейронные сети вычислительных юнитов, которые в телефонах есть, во всех нынешних телефонах часто есть. Допустим, там хитро, там, если вы, я просто занимаюсь переносом на телефоны нейронных сетей, там есть вычислительное устройство, которое вообще для нейронных сетей не применялось, не задумывалось. Это DSP, сигнальный процессор, который очень хорошо умеет обрабатывать восьмибитные чиселки. Вот. А мы взяли и научились нейронные сети сжимать восьмибитное пространство. И поэтому там, допустим, на телефонном процессоре очень часто нейронная сеть, специальным образом называется квантизация, она очень-очень быстро выполнится на вот этом отдельном процессоре. Это не CPU, не GPU, это вообще DSP. Вот. Есть специальные угла TPU, Tether Processing Unit, которые вообще специально придуманы для того, чтобы обрабатывать и работать именно с нейронными сетями. Там есть еще много специфик. Окей, есть видеокарта. Видеокарта работает с числами, так сказать, с процессора. Она работает с числами с плавающей запятой, плавающей точкой, как угодно. То есть флоутовские числа. Ну, во флоутах, кто знает специфику, есть какое-то значение битов, которое предназначено для самого числа, какое-то количество битов, которое предназначено для степени. Потому что вы во флоутах можете как очень маленькое число представлять, так и очень большое. Но вы не сможете представлять число, которое одновременно там 1 миллиард и 200 тысяч и 1 миллиардное. Вот такое число как бы вам не получится представить. Вот. Ну, вот этот баланс между тем, сколько выдаст на число, сколько выдаст на степень. То есть я хочу одну триллионную представить, но там не сильно большой диапазон значений. Или я хочу сильно большой диапазон значений, но оно будет там от миллиона до одной сотой. А вот этот баланс, он был придуман определенным, ну, он в определенном протоколе внесен. И он не идеальный для нейронных сетей. Оказывается, для нейронных сетей не нужно флоутовское значение 2 миллиарда. Оно в принципе не используется. Вот. Можно использовать значение там около нуля. И вот у этих типюшек часто флоутов, сам флоут, он чуть-чуть другой, чем даже у ГПУшек. Вот. И на них еще там быстрее можно вычислять, там с меньшими потерями и так далее. Вот. Поэтому используются ГПУшки. К сожалению, сейчас очень тяжело их купить. И ГПУшки на сервере можно арендовать и у Гугла. Вот. Так. У нас есть сайт MSUI. Вы его, наверное, все видели. Там есть материалы. Частично это там мои прошлые лекции, частично лекции других людей. Есть правила, как проходят занятия. Занятия проходят здесь регулярно, кроме суперкатаклизмов. Тогда можно проходить дистанционно. Если вы вводят локдауны, мы тоже их проводим дистанционно. Вы, чтобы получить... Ну, у нас будет семинарское сейчас занятие. На нем вы должны решать задачи. Если вы приходите сюда и решаете все задачи на занятии, за все эти задачи вы получаете полный балл. Если же вы не пришли по неуважительной причине, или если вы ушли там в середине, устали, если вы не успели решить все задачи, за те задачи, которые вы решили не здесь, вам дается половина баллов. То есть основная идея, чтобы вы по максимуму решили задачи здесь. Можете задавать мне вопросы. Я могу пытаться вам помогать, не сильно подсказывая. Вот. Можете консультироваться друг с другом, естественно, не полностью списывая, но на самом деле помогать друг другу это даже лучше, чем делать прямо в одиночку, зато упорно. То есть с этим, надеюсь, понятно. У вас, если вы уходите по неуважительной причине, половина баллов. Ну, в принципе, дедлайн. То есть это мягкий дедлайн, когда вы теряете половину баллов. Будет еще жесткий дедлайн, когда вы будете уже терять все баллы, потому что через месяц я уже проверять вряд ли буду то, что вы делали в самом начале. Мягкий дедлайн, твердый дедлайн, жесткий, может плавать. Он зависит от того, то есть если вы сильно загрузитесь, но очень хотите решить какие-то задания, он может варьироваться от того, что сегодня вы обязаны все прислать или неделя. Ну, не больше недели, потому что неделя следующее занятие, нам уже надо будет переходить к следующей теме и этим заниматься. Занятие транслируется в Дискорде. Если вы пишете заранее, там, заболел и так далее, окей, можете в Дискорде пройти. Желательно, пожалуйста, пишите, если вы опаздываете. Я, в принципе, в чате это увижу. Может быть, там, на 5 минут задержать лекцию, чтобы более-менее все услышали ее. Сдача. Здесь есть, на сайте найдете, ну или потом вам скинем, форма, куда можно присылать задание. Вы просто берете свой ноутбучик, Jupiter ноутбук, но на самом деле исполнять это мы будем сейчас все в коллабе, как я сейчас вам лекцию читал. Вы берете этот ноутбук и присылайте мне, я проверяю все задания. Часть заданий можно сдать прямо на занятии. Вот. За них каждое задание там по 100 баллов, они равные баллы имеют. Потом считается средне от ваших баллов за занятие. А после 7 занятий у вас будет рассчитываться стипендия. Сейчас уже кто-то получил стипендию, исходя из ваших баллов за контест, исходя из того, какую вы мотивацию написали, какую задачу вы предложили, насколько хорошо вы ее предложили, в общем, из многих параметров. После 7 занятий, чуть-чуть слагом, ваша стипендия будет зависеть сугубо от ваших баллов за семинарские занятия, как вы решаете задачки. Возможно, если будут, так сказать, лентяи, они будут тоже отчислены с конца рейтинга. Но не обязательно. Ну, в смысле, для TI будет обязательно, но если вы стараетесь, стараетесь, и у вас просто не получается выйти там на первое место в рейтинге, это не страшно. Главное, чтобы вы обучались здесь. Про баллы, в принципе, сказал. Списывать нельзя категорически. Если списывание будет замечено, студент отчисляется. Записи лекций выкладываются пока на YouTube, потом посмотрим, куда, возможно, будет их переместить. Стипендия 20 тысяч рублей, вы это, наверное, видели в объявлении. На данный момент она дается 50% лучших. Правило, может чуть-чуть поменяться. В принципе, с этим все. Тоже по объявлению, наверное, вы видели, что у нас есть… Мы пройдем… Сейчас, из 15 занятий у нас будет курс. Мы пройдем эти занятия, потом у нас будет воркшоп. На воркшопе вы должны рассказать, а что вы хотите вообще сделать, какую научную задачу вы хотите решить машинам или глубоким обучением. И вы должны это как-то преподать, что вот у меня будут какие-то данные, я буду решать таким вот алгоритмом. Но еще не обязательно, чтобы вы уже что-то прям сделали. Хотя желательно. Это первый воркшоп. Второй воркшоп у нас будет устроен таким образом, что уже желательно, чтобы вы показали результат. А в идеале у нас будет две работы. Это курсовая и публикация. Публикация, то есть вы должны… В каком-то журнале обычно у нас требование, что это первый квартиль. Вы должны опубликовать, что вот там клеточки, я их сегментировал, опубликовал в журнале, и это круто. Вот. Если не перепутаем местами, за публикацию у нас будет конкурс публикации. За лучшие публикации 100 тысяч рублей еще премия. За лучшие курсовые 200. Ну, может быть, наоборот. По программе курса. Сегодня я вам рассказал, в принципе, введение, где я вам сказал о том, что существуют задачи классификации, регрессии, кластеризации. Мы можем генерировать данные с помощью машинного обучения. На самом деле у нас будет в конце раздел про обучение с подкреплением. То есть у нас, допустим, дрон какой-то летающий. Помимо того, что он будет по камере пытаться классифицировать какие-то объекты вокруг него, помимо того, что он будет там вычислять какие-то числовые значения относительно того, насколько он там сместился и так далее, он еще будет вычислять, какое движение ему предпринять. То есть как ему, исходя из ситуации, как бы ему поступить, чтобы добиться там какой-то цели. То есть можно еще решать подобные задачи машинным обучением. Ну, обучение с подкреплением, на самом деле, это первый вид обучения, который появился, предложенный Аланом Тьюрингом. Вот, но сейчас он как бы в самом конце, потому что он самый проблемный с точки зрения реализации. Окей, первую лекцию мы с вами сегодня почти прошли. Ну, лекцию прошли и занятия еще не прошли. Дальше мы немного поговорим про линейные модели, про классическое машинообучение. На классическом машинном обучении, ну, вы можете посмотреть, в принципе, что там, какие темы будут затронуты, но в основном деревья. Бустинги, рандом форест и так далее. Мы поработаем с табличными данными. И вот для многих вот это третье, ну, вы свою научную работу прямо на третьем занятии можете уже как бы полностью делать и финализировать результат. Но для некоторых это не так. Все-таки мы доберемся до нейронных сетей. То есть между этим будет генерация и отбор признаков. Самое важное почти, что вам нужно делать. Я очень часто участвую в соревнованиях по анализу данных и так далее. Основной выигрыш не из-за того, что ты там настакал 500 трансформеров, сделал какую-то супермодель, а на том, что ты в данных что-то заметил интересное. Допустим, в задаче скоринга заметил какую-то закономерность, добавил еще один признак, добавил еще один признак, поработал хорошо с признаками и модель выдает очень высокий скор. Опять же, для этого нужно сам скор определить, какой будет хорошо соответствовать вашей модели. Дальше мы начнем с нейронными сетями, начиная с самых базовых однослойных, многослойных. А потихоньку будем переходить на сверточные нейронные сети, которыми работают в основном с картинками, хотя можно с сигналами тоже. Посмотрим, как вообще эти сети инициализировать, как эти веса изначально задать разумно, как бороться с тем, чтобы нейросеть что-то выучила, вместо того, чтобы нейросеть научилась решать задачу. В общем, как их обучать. Поговорим про рекуррентные нейронные сети и здесь же поговорим про трансформеры, что для вас будет очень больно на самом деле, потому что это обе темы очень сложные, но так и есть. Дальше мы еще немного вернемся к сверточным сетям, просмотрим все архитектуры и какие хитрости в них появляются. Хитрости очень много за последние годы появилось в них. Как делать, допустим, нейросети, чтобы они запускались на мобильном устройстве, переработали очень быстро. Очень важна для вас область это экспонабилити. Фраза, вы профессор, более ваше что-то нескладное придумали, но может быть умно, довольно непонятно, над вами потешаться будут. Откуда цитата? Из Булгакова, мастер и Маргарита. То, что дьявол сказал Канту. Дело в том, что у вас есть великолепная модель, ваша нейронная сеть решает вашу задачу там котиков и собачек стопроцентной почти аккурусией, все шикарно. Возникает вопрос, а как она это вообще делает? То есть что-то она там находит и выдает ответ. Хотелось бы понять и ваш заказчик, если вы будете в индустрии работать или в вашей публикации желательно обосновать, почему ваша модель такие ответы выдает? Как она вообще пришла к этому? С нейронными сетями это довольно-таки непросто. Но и с бустингами, с остальным это тоже определенная задача, которую необходимо будет решить. И на этой лекции я буду рассказывать вам способы, как это решать, как понять, что первый признак на самом деле помогал вам хорошо отличить котиков и собачек. А второй, третий и пятый вообще было неважно, могли бы их выкинуть. Или, например, классическая задача от лечения хаски от волков казалось, то есть научились хорошо различать, датасеты вроде круто разбили, после чего оказалось, что если разместить хаски на фоне снега, то она всегда классифицируется как волк. Потому что все, что модель из ваших данных выяснила, это то, что у волков на фоне белый снег, а у хаски обычно там дом или еще что-нибудь. Если вы не интерпретируете вашу модель, если вы не понимаете, как она принимает решение, вы упустите это. И она уйдет там в продакшн или идет в статью, и на каких-то других данных будет сильно ошибаться. Лекция 11 про обучение на реальных данных, как обучаться на маленьком количестве данных, как примеры того же трансфер-лернинга, про который я вам говорил. Сиамские нейронные сети — это то, как обучать на маленьком наборе данных, допустим, если вы хотите сделать на проходной в вашу лабораторию или так далее, какой-нибудь определитель лиц, у вас там будет мало фотографий. Дальше мы перейдем к сегментации детектированию, понятную задачу, которую я вам сегодня объяснял. Потом к гаганам, как вообще генерировать данные. И к автоэнкодерам схожие немного технологии в плане применения. Гаганы гораздо более прогрессивные. И последнее — обучение с подкреплением. То есть логика такова. Уже сейчас, желательно на сегодняшнем или на следующем занятии, вам необходимо решить о том, каким из этих задач будет относиться ваша научная задача. Вы хотите что-то классифицировать? Вы хотите на фотографии что-то найти? Вы хотите найти в последовательности какой-то участок? Или вы хотите на последовательности классифицировать? И так далее. То есть вы должны… Или вы хотите генерировать новые белочки? И так далее. Вы должны определить, какая у вас будет задача. Есть ли у вас датасет под эту задачу? Может, его нужно добыть за время, пока лекции идут? Ну и намечать план, как вы будете с этим работать. То есть это уже желательно сделать прямо сейчас, но опять же, это не жесткое требование. Вы можете думать по ходу лекций. Наверное, почти все формально я покрыл. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!